Юй Чичинь был вне себя от радости, спасибо тебе, дедушка, однако ликерного червя трудно найти, среди гу первого ранга, ликерный червь, кабан гу и книжный червь и т.д., все весьма редкие гу, как только они появятся на рынке, их немедленно скупают, конечно, есть также некоторые гу в этом мире, которые, по слухам, могут изменить талант гу-мастера, но на своем веку дед никогда их не видел, лишь иногда слышал о них, Ночной ветер мягко дул из окон в комнату, Гу Юй Фан Чжен сидел на кровати с закрытыми глазами, держа в обеих руках первобытные камни, зеленое медное первобытное море бушевало без каких-либо ветров, волны разбивались к стенам апертуры, у него талант класса А, и его первобытная сущность занимала 80% апертуры, его естественный темп восстановления был вдвое выше, чем у Фан Юяня, С таким божественным преимуществом он уже близок к средней стадии первого ранга, фу, некоторое время спустя Гу Юй Фан Чжен выдохнул глоток воздуха и открыл глаза, за окном луна была яркой, а звезды редкими, голубовато-зеленые бамбуковые домики выстроились в линию, сцена мира и гармонии, время при культивировании всегда летит, В мгновение ока, уже поздняя ночь, тихо пробормотал Фан Чжен, он медленно открыл руки, и две груды каменного порошка упали на пол перед его кроватью, после того как сущность первобытного камня будет полностью высосана, он превратится в груду порошка, Глядя на кучу порошка, Фан Чжен нахмурился, он достал сумку с деньгами, она уже была почти пуста, открыв ее он увидел внутри три камня, Фан Чжен забирал три части каждые семь дней из академии в качестве ресурсов, но так как Фан Юяня отобрал часть, у него оставалось только две каждую неделю, Дядя и тетя также давали ему на проживание, но это также было три камня каждые семь дней, как этого может быть достаточно, Фан Чжен был полон решимости превзойти своего брата Фан Юяня, поэтому он взял на себя инициативу сходить к дяде и тете несколько раз, чтобы вымолить несколько первобытных камней, После нескольких раз его тетя поговорила с ним наедине, рассказывая ему о том, как бедна была семья, и какие у них были трудности с деньгами, с тех пор у Фан Чжена не было желания продолжать спрашивать, Отец и мать уже делают все возможное, чтобы поддержать мое развитие, я не могу усложнять им жизнь и просить больше первобытных камней, у меня осталось только три, я могу быть только более экономным, Если я буду использовать одну штуку в день, мне хватит на три дня, у меня такое чувство, что через 3-4 дня я обязательно продвинусь на среднюю стадию, но каков прогресс старшего брата сейчас, думая так, Фан Чжен посмотрел в сторону Академии, У меня есть талант класса А, в то время как у старшего брата талант только класса С, его скорость определенно медленнее, чем у меня, старший брат не мой соперник на этот раз, старший брат, я дам тебе знать истинную силу таланта, Думая об этом, Фан Чжен сжал кулаки, общежитие Академии, дверь Фан Юэня была плотно закрыта, в темноте он не спал, а сидел на своей кровати, культивация гумастера не может заменить сон, обычно в это время Фан Юэнь уже бы уснул, но в культивировании ранее он уже чувствовал, что был всего в одном шаге от средней стадии, С тем же успехом я могу не спать сегодня вечером, я ринусь прямо на среднюю стадию, его глаза сияли решимостью, вскоре после этого он закрыл глаза, и его разум вошел в апертуру, поднимись, с мыслью мирное зеленое медное первобытное море начало шевелиться, волнения становились все больше и больше, пока не образовались волны, всплеск, 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 Приливы и отливы неслись друг против друга, устремляясь к окружающим стенам апертуры, подобно столкновению с рифом, большая часть первобытной сущности разбивается на изумрудную рябь и сливается обратно в море, небольшое количество первобытной сути было израсходовано, превратившись в невидимую энергию, проникающую в белую световую стену апертуры, Подними снова, подумал Фан Юань, изумрудная рябь стала больше, раньше волны были похожи на кроликов и собак, но теперь они походили на войска лошадей, марширующих к стенам апертуры, конь как дракон, волны как небеса, первобытная сущность быстро расходовалась, и уровень воды резко падал, всплеск, 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 Волны безжалостно бились, в результате чего произошли изменения, белая стена внезапно затряслась, первоначально мягкий белый цвет излучал пронзительный блеск, увидев эту сцену, Фан Юань был вне себя от радости, так как он знал, что решающая часть прибыла, и он быстро активировал всю свою первобытную сущность, чтобы направить к стенам, белый свет становился ярче, световые лучи искажались и спутывались, становясь толще, После более чем 10 вдохов белые полосы света появились на стене и столкнулись друг с другом как вода, текущая без остановки, в процессе столкновения они продолжали объединяться и сливаться, образуя белый свет, наконец поток света собрался в одно целое и полностью покрыл стену, белый свет потускнел, и первоначальная стена белого света апертура частично исчезла, замененная слоем сферической формы стены белой воды, Поверхность стены света была гладкой без примесей, стена воды, однако, была толще, чем стена света, ряб света текла и мерцала на нем, первобытное море обрело мир, апертура еще осталась с 20% первобытной сущности, Я перешел на среднюю стадию, Фан Юянь от души рассмеялся, открыв глаза, яркий солнечный свет пробрался сквозь отверстия в шторах, незаметно прошла ночь, и наступило утро, глава 51 Посмотрим, как ты это объяснишь, Фан Юянь не пришел сегодня на занятия, смотрите, ребята, его место пустое, он такой смелый, сегодняшний урок преподает старейшина академии, но он посмел не прийти, это плохо, Выражение лица старейшины злое, кажется, что у Фан Юяня проблемы, хе-хе-хе, в академии молодежь тихо это обсуждала, несколько человек взглянули на пустое место Фан Юяня, а также на мрачное выражение лица старейшины академии, с тех пор как Фан Юянь начал вымогательство, он выступал против всех в классе, увидев его в беде, все ученики были взволнованы тем, что произошло, Выражение лица старейшины академии было напряженным, когда он объяснял, как питать апертуру, тайно глядя на место Фан Юяня, он холодно рассмеялся в своем сердце, Фан Юянь, а Фан Юянь, я все еще беспокоился о том, что не смогу поймать твое слабое место вчера, и вот ты даешь его мне сегодня, ты ведь 15-летний подросток, я тебя переоценил, Его целью было использовать эту возможность, чтобы найти неприятности с Фан Юянем и наказать его, устранив его растущее доминирование в классе, бесспорно, со временем доминирующее присутствие Фан Юяня становилось все сильнее, в результате чего другие ученики едва дышали, Одностороннее доминирование было не тем, что хотел видеть старейшина академии, он хотел, чтобы весь класс сиял Охранники, старейшина академии поднял палец и слегка постучал по столу, старейшина, ваши подданные здесь, двое охранников, стоящих снаружи у двери, вошли Старейшина академии фыркнул, Фан Юянь выходит из-под контроля, будучи таким ленивым и пропуская занятия прямо у меня под носом, идите в общежитие и приведите его сюда Да, старейшина, охранники отправились в путь, а в академии поднялись дискуссии, многие ученики вступили в разговор Фан Юянь сейчас в глубоком дерьме, сказал кто-то с ярко сияющими глазами, хе-хе, сегодня будет интересное шоу Другой с удовольствием смеялся над страданиями Фан Юяня Старший брат, ты слишком высокомерен, это бросает вызов авторитету старейшины Не имеет значения, какое это наказание, ты его заслужил Гую и Фан Джин посмотрел на пустое место, вздохнув, бам-бам-бам Старейшина академии со строгим выражением хлопнул по столу трижды Тишина, никаких разговоров в классе Его аура в этот момент походила на вулкан, который вот-вот извергнется, вызывая страх у других Академия сразу уже погрузилась в тишину Ученики замолчали, быстро принимая серьезные выражения Несмотря на это, их мысли были погружены в этот вопрос Занятие продолжалось, молодежь совсем не концентрировалась Несколько учеников у окна выглядывали постоянно Прошло время, и через некоторое время за дверью послышались шаги Мгновенно уши учеников дернулись, десятки глаз показали яркие выражения Идут, старейшина академии тоже услышал шаги и в результате сузил глаза Он уже придумал, как обращаться с Фан Юанем Он заставит его стоять три часа в углу Хотя наказание не было тяжелым, его было достаточно, чтобы унизить На протяжении всего урока ученики будут видеть Фан Юаня, стоящего там Таким образом, это разрушит образ непобедимости Фан Юаня Когда ученики поймут, что Фан Юан не является чем-то особенным Его влияние на них будет уменьшено Это привело бы к воспитанию у них смелости и вызвало бы их конкурентный дух И главное, так как наказание пришло из академии, это улучшило бы ее репутацию С благоговением они будут повиноваться Таким образом, хотя метод прост, у него есть глубокие намерения Шаги приближались, и наконец уже кто-то стоял за дверью Стук, 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 стуки слышны Хе-хе, я открою Ученик возле двери вызвался добровольцем и с энтузиазмом пошел открывать дверь Академия притихла, многочисленные взгляды смотрели на дверь Скрип, дверь легко открылась Солнечный свет просочился сквозь щель Ученик, открывавший дверь, вдруг замер, внезапно вздрогнув Ах, он был ошеломлен на секунду, прежде чем внезапно закричал, делая большой шаг назад Его тело врезалось в стол, и он мгновенно потерял равновесие, упав вместе со столом на землю Лицо мальчика было бледным и ужасным, ноги и руки дрожали Лежа на полу, он отчаянно пытался встать, но снова и снова падал вниз Что случилось? В одно мгновение все были удивлены и глубоко нахмурились Многочисленные взгляды с любопытством смотрели в сторону двери Она медленно открылась снаружи Старейшина Академии остановил свою лекцию Первой показалась рука на двери Левая рука подростка Левая рука скапающей кровью Чертова рука Увидев эту окровавленную руку, многие ученики закричали от ужаса Дверь медленно полностью открылась Яркость солнечного света уколола глаза каждого, заставляя их прищуриться На фоне солнечного света темная тень, следующая за худым подростком, предстала перед всеми Старейшина не знал почему, но почувствовал сильное беспокойство в своем сердце Это Фан Юань, кто-то громко закричал Каждый, кто привык к солнечному свету, мог ясно видеть, кто этот человек То, что увидели их глаза, был Фан Юань, купавшийся в крови, стоя за дверью, как будто он прошел через интенсивную битву Его левая рука медленно опустилась, правая рука держалась за волосы, волоча человека Левая рука человека была полностью отделена от тела Он лежал неподвижно, очевидно, без сознания Кровь хлестала из его левого плеча Это один из охранников, который пошел искать Фан Юань Кто-то узнал человека, что именно произошло Кто-то взбесился, он убил снова, на этот раз охранника Кто-то указал на Фан Юань, крича от ужаса все громче и громче Сразу академия стала шумной Многие ученики в это время забыли правила и встали со своих мест Они смотрели в сторону Фан Юань со страхом и шоком В их воображении Фан Юань оттащили сюда охранники Но правда была в том, что Фан Юань купался в крови Его выражение было холодным, как у приближающегося дьявола Один из охранников пропал без вести, другой лежал неподвижно Кровь сочилась из его тела, быстро образуя лужу Густой запах крови пропитал академию Старейшина академии был ошеломлен, он не ожидал такой сцены После шока пришла сильная ярость Эти двое были неудачниками Так что, если они умрут, старейшине академии было все равно Но решающим моментом была их должность Они были охранниками академии Представляли ее престиж Лицо старейшины Этот Фан Юань был слишком смелым Он не только убил Гаавана, теперь он убил охранников академии Нет, это не просто дерзость Он провоцировал, бросая вызов престижу академии клана Старейшина академии пришел в ярость Указывая на Фан Юаня и крича Фан Юань, что это такое? Ты должен дать мне объяснение, и у тебя должен быть хороший повод, чтобы тебя пощадили Если нет, из-за убийства охранников, ты будешь брошен в тюрьму в ожидании вердикта клана Ученики вздрогнули, даже окна дрожали Вся академия наполнилась криками старейшины академии Только Фан Юань был спокоен, его глаза окрашены глубокой миазмой Он вел себя как обычно, без изменений в эмоциях Оглянувшись, Фан Юань отпустил правую руку И с хлопком голова стражника упала в лужу крови, разбрызгивая ей на штаны Фан Юаня Он сложил кулаки в сторону старейшины академии, его спокойный голос эхом разнесся по всей академии Старейшина академии, мне действительно есть что сообщить, говори Проговорил старейшина академии с руками за спиной, выгнув голову и посмотрев на Фан Юаня Холодно смеясь в своем сердце, он подумал Фан Юань, ты делаешь все больше и больше ошибок, увеличивая серьезность ситуации Я посмотрю, как ты будешь оправдываться Глава 52 У вас нет выбора, кроме как принять мое объяснение Внутри академии все внимание было приковано к Фан Юаню На лицах людей были шок, страх, издевательство и черствость Фан Юань не обращал внимания на них Он сурово посмотрел на старейшину академии, указывая пальцем на упавшего в обморок охранника Сообщаю старейшине, что у этих двух охранников были нечистые и коварные намерения Они ворвались в мою комнату, когда я был в решающий момент прорыва в среднюю стадию Как всем известно, культивирование гумастера не может быть прервано Особенно, когда пытаешься прорваться в высшие сферы Момент отвлечения внимания не только приведет к сбою прорыва, но и повредит апертуру К счастью, мне повезло, потому что в тот момент, когда они ворвались, я уже прорвался на среднюю стадию Однако, прежде чем все отреагировали, Фан Юань продолжил Эти двое ранее не признавали своих ошибок К моему удивлению, они бесстыдно хвастались, что будут грубыми со мной Даже ругали предков нашего клана Лгали, что акт нарушения моего культивирования был решением уважаемого старейшины Ваш ученик так не считал и яростно сопротивлялся У этих двоих были сильные умения в боевых искусствах И мне пришлось бороться за жизнь, прежде чем победить этих двух людей Но так как они были охранниками академии, ваш ученик не убил их сразу Я просто отрезал одному руку, а другому ногу Несмотря на некоторую потерю крови, они все еще живы Это мой доклад по этому вопросу Пожалуйста, поддержите меня по справедливости, уважаемый старейшина Сказав это, он направил кулаки в сторону старейшины академии Он говорил быстро, не оставляя шанса для других, чтобы прервать сообщение После того как он закончил, окружающие люди постепенно начали реагировать Что сказал ранее Фан Юань Я не понял, я думаю, он сказал, что продвинулся на среднюю стадию Как это возможно, он просто мусор класса С Чтобы думать, что он действительно первым продвинулся на среднюю стадию Он определенно солгал, он боится наказания академии, поэтому он солгал Ученики громко обсуждали По сравнению с продвижением Фан Юаня до средней стадии, жизни двух охранников больше не имели значения Они не были членами клана Гу Юэ, кого волнует, живы они или мертвы Ты сказал, что продвинулся на среднюю стадию Голос старейшины академии был холодным, выражение лица неумолимым Фан Юань, это не повод для смеха Если ты признаешь свою вину сейчас Я все еще могу принять во внимание Что это твоя первая ошибка И снисходительно отнестись к тебе Если ты хочешь продолжать лгать и пытаться скрыть свои ошибки Тогда я могу сказать тебе сейчас Ложь легко определить Фан Юань больше не объяснялся Он слегка рассмеялся и сказал старейшине академии Пожалуйста, осмотрите, старейшина Даже без его слов старейшина академии уже двинулся вперед Он положил руку на живот Фан Юаня, поместив в него след своего духа Сразу же он увидел апертуру внутри Фан Юаня Внутри апертуры не было никакого Гу ЦК до весны и осени уже скрылась Гу шестого ранга намного превосходит старейшину академии третьего ранга Так что если бы он хотел спрятаться Его бы не нашли Что касается ликерного червя То Фан Юань поместил его в винные запасы общежития и не принес с собой Старейшина академии с закрытыми глазами видел зеленое медное первобытное море Спокойное как стоячая вода Капли первобытной сущности внутри были изумрудно-зеленого цвета Цвета первобытной сущности средней стадии Белые стены апертуры светились отраженным светом Как будто все они были сделаны из воды Потоки воды быстро перемещались вдоль стены Водная стена Он действительно продвинулся на среднюю стадию Как это возможно? Старейшина академии крикнул в своем сердце Шок скрывался под его спокойным выражением Но он пытался скрыть это в меру своих возможностей Его лицо все еще было невыразительным Ученики затаили дыхание, ожидая результатов Мгновение спустя, после того как он увидел этот факт Он отдернул руку, говоря торжественным голосом Это действительно средняя стадия Вердикт старейшины академии вызвал огромный переполох в академии Ученики были полны недоумения и шока На лице каждого из них было огромное недоверие Фан Юань был только класса С, но все же он первым прорвался на среднюю стадию Это было против здравого смысла Для развития Гу-мастера и прорыва через царство Самым важным аспектом должен быть талант Как это возможно? Как себя почувствуют таланты класса А и В? Это лицо Гу Юэфан Джина было бледным Он все еще был уверен прошлой ночью Но теперь, когда реальность предстала перед ним Он не смог принять такой факт и упал на землю Гу Юэ Мобой сжал кулаки Гу Юэ Чичинь ненавистно стиснул зубы Старейшину академии было не просто обмануть Так как же Фан Юань смог это сделать? Сразу же все молодые люди уставились на Фан Юаня Имея один вопрос в сердце С этим талантом класса с как он продвинулся? Сердце старейшины академии было также полно сомнений Под таким большим давлением он проигнорировал идею подавления Фан Юаня И напрямую спросил Фан Юань, я надеюсь, что ты сможешь объяснить Как тебе удалось продвинуться на среднюю стадию? Фан Юань тихо рассмеялся Небеса вознаграждают трудолюбивых И в результате упорного обучения мне удалось плавно продвинуться Ложь! Если бы небеса награждали трудолюбивых Я был бы первым давным-давно Усердно учился и тренировался Некоторое время назад я видел Как он прогуливался по магазинам Очевидно, учеников такой ответ не удовлетворил Разве это так? Старейшина академии спросил нейтрально Он пристально смотрел на Фан Юаня И спуская давление Выражение лица Фан Юаня было откровенным Он без страха смотрел в глаза старейшине Его тело было залито кровью Его льняная рубашка была грязной Как будто он прошел через напряженную битву Пара черных бездонных глаз показывала спокойствие Безразличие И даже намек на развлечение При виде такого взгляда Сердце старейшины академии дрогнуло Этот Фан Юань он не боится Не угрожает и не шокирован Как я могу допросить его здесь? С его талантом первым продвинуться на среднюю стадию Определенно должен быть секрет Но так как он не хочет этого говорить Как старейшина академии Я не могу принудительно допросить его Кажется, я могу расследовать это только тайно Думая об этом Старейшина академии отвернулся И его холодный взгляд стал мягче Фан Юань Однако, не позволил этому случиться Ваш ученик напуган Уважаемый старейшина Как вы собираетесь разобраться с этими двумя охранниками? Они потеряли много крови Если их не вылечить в ближайшее время Они могут умереть Страшно тебе? Старейшина академии парировал Его брови глубоко нахмурились В этот момент Как ответственный за академию Он должен был сделать шаг вперед и решить это Но как я должен решить эту проблему? Старейшина академии не мог не чувствовать себя обеспокоенным Он молча начал размышлять Фан Юань принял во внимание все изменения в выражении лица старейшины Он внутренне рассмеялся Старейшина академии Должно быть сейчас очень обеспокоен Эти двое охранников были просто чужаками Их жизнь была дешевой как трава В обычное время всем было бы все равно Если бы они умерли Но сейчас ситуация была другой Они были посланы старейшиной академии Если они действительно умрут Старейшина потеряет свою репутацию Таким образом Охранники не могли умереть Старейшина академии решил их спасти Старейшину сильно озадачил ответ Фан Юаня В своем первоначальном плане Фан Юань сначала прогуливал А затем убил охранников Можно сказать Что он бросил вызов своим учителям Будучи высокомерным и эгоцентричным Согласно правилам клана Он был бы брошен в тюрьму клана Для размышлений о своих ошибках Но при вмешательстве в дело прорыва Фан Юаня на среднюю стадию Эти проступки стали совсем другими Фан Юань прогуливал и убил охранников Потому что он культивировал Это было разумно Решающей частью было то Что он успешно прорвался на среднюю стадию И стал первым в этом классе Только то, на что полагался Фан Юань Чтобы перейти к средней стадии Будет обсуждаться позже Победители получают все Проигравшие теряют все Мир заботится только о результате Никто не будет делать выговор Такому выдающемуся юноше Старейшина Академии не мог применить К нему никаких наказаний Для чего нужна Академия? Чтобы воспитывать выдающих гумастеров И впрыснуть свежую кровь в клан Теперь у нас есть такой молодой человек Вы как старейшина Академии Все еще хотите найти с ним проблемы? Это было бы пренебрежением вашей ролью Так же, как ученик, который получил хорошие результаты Учитель должен поощрять и хвалить его А не наказывать и критиковать Учитель, который наказывает и ругает ученика За его хорошие результаты Никогда не будет признан Возможно, другие старейшины тайно будут создавать проблемы для Фан Юяня Потому что они боятся будущих перспектив Фан Юяня Или из-за обид Но только он, уважаемый старейшина Академии Не может этого сделать Поскольку он отвечает за Академию Он должен быть беспристрастным По крайней мере, с виду Таковы правила игры Я позволю ему уйти Было нелегко найти у него слабость Старейшина Академии возмутился Он знал в глубине души Что все молодые люди в Академии Были просто зрителями этого вопроса Они могут смотреть на это как на развлечение Но не могут увидеть решающий момент в этом Они не могут испытать волнение в этой битве Правда в том, что это единственный раз Когда он, как старейшина Академии Сражался против ученика Фан Юяня Сначала он ухватился за правила И был настроен наказать Фан Юяня Уничтожив его сильное влияние на других учеников Далее Фан Юяня отомстил Его действия могут показаться опрометчивыми Но дело дошло до сути И под предлогом прорыва к средней стадии Он опрокинул все аргументы старейшины Академии Что касается этих двух неудачливых охранников Они были просто жертвенными пешками Которые были вовлечены в битву умов Этот Фан Юянь слишком хитер Если бы он действительно убил двух охранников Я все еще мог бы отомстить ему по этой причине Хотя его талант тусклый С таким дотошным и опытным методом Трудно поверить, что ему всего 15 лет Хуже всего то, что я не могу отомстить Неудивительно, что в те дни в клане ходили слухи О его рано пробужденном интеллекте Старейшина Академии внезапно понял, что проиграл Его проигрыш был связан с его статусом, ведь он был старшим ответственным за Академию Это была его сила и слабость Сила это также и слабость Фан Юянь давно понял эту логику Старейшина Академии был одновременно беспомощен и расстроен Он попросил Фан Юяня объяснить И на самом деле объяснение Фан Юяня было полно лазеек и легко объяснимо Эти охранники были выбраны самим Старейшиной Академии Они не были бы столь поспешными и умственно отсталыми Чтобы ругать предков клана Гуюе Слова Фан Юяня были с умыслом Это вопиющее обвинение Ловушка перед другой стороной Старейшина Академии понимал это Но он знал, что не может продолжать дело Это была ловушка Как только он посмотрит на это Правда откроется И как он справится с этим вопросом Если бы он не наказал Фан Юяня Два охранника были бы жалкими Как Старейшине Академии Если он не справится совсем беспристрастно Как кто-то может доверять ему Если бы он наказал Фан Юяня Это было бы подавлением и проявлением ревности к талантливым Подавление младшего из клана ради двух слуг Которые не были частью клана Вызовет проблемы у членов клана Таким образом Лучший способ решить эту проблему Притвориться, что ничего не видишь И относиться к этим двум охранникам Как к отброшенным кускам Признав, что они совершили огромную ошибку А также восхваляя Фан Юяня Таким образом Члены клана будут удовлетворены А обманутые охранники Без дополнительной информации Будут считать это беспристрастным Если бы старейшина поступил так Это дало бы ему наибольшую выгоду Логика подсказала ему Что это лучший способ справиться со всем Но эмоционально он не мог смириться с этим Этот Фан Юянь был слишком коварен Старейшина Академии не только не смог подавить Фан Юяня Но и сам стал ступенькой для Фан Юяня Публично униженным Фан Юянь не выказывал ни малейшего уважения к нему И осмелился противостоять ему открыто Заставляя уважаемого старейшину Академии Страдать от такого унижения и разочарования В будущем Если эти два охранника захотят раскрыть правду Как старейшина Академии Для сохранения своей репутации и положения Он должен быть первым Кто сделает шаг вперед и подавит их Но все это было вызвано Фан Юяним Что это за чувства Например Фан Юянь какает на лицо старейшины Академии Но сам старец еще и хвалит его И в то же время подтирает его задницу Если кто-то хочет указать Что у него на лице были какашки Он должен быть первым Кто заткнет этого человека Это чувство обиды было почти невыносимым Для старейшины Академии В его сердце росло желание дать Фан Юяню несколько пощечин Но старейшина протянул руку И похлопал Фан Юяня по плечу Молодец Лицо старейшины Академии было тусклым Как тихая вода Выталкивая слова из своего рта Все это благодаря воспитанию Академии Прямо ответил Фан Юянь Уголки глаз старейшины дернулись Глава 53 Фан Юянь, ты назначен старостой класса Все шло согласно расчетам Фан Юяня После этого старейшина Академии приказал Гу-мастеру исцеления спасти двух стражников Охранники были спасены Но они получили тяжелые травмы И были почти искалечены И в конечном итоге были уволены из Академии Фан Юянь не получил никаких наказаний Напротив, он получил похвалу Этот результат вызвал большой страх у других молодых людей Но этот вопрос был далеко не окончен Со временем переполох распространился на весь клан Фан Юянь, первым поднявшийся на среднюю стадию с талантом класса С Стал поводом для обсуждения во всем клане После трапезы и перерывов на чай все обсуждали этот вопрос Все начали угадывать секрет быстрого продвижения Фан Юяня На самом деле с талантом класса С Превосходя класса ИБ Чтобы продвинуться в среднюю стадию Это не так уж странно Правда, есть много методов в этом мире Которые помогают достичь этого Возьмем, к примеру, реликвию Гу Как только этот Гу использован Стены апертуры будут увеличены И он позволит культивированию подняться на малую область Это самый легкий способ прорыва Обсуждение в толпе сразу же превратилось во всевозможные ответы и методы Что касается теории о ликерных червях и внешних источниках первобытной сущности То эти идеи также естественным образом были озвучены многими Если бы Фан Юянь открыл существование ликерного червя вначале Не было бы такого переполоха Но поскольку он скрыл это Это привело к замешательству Хотя все казалось мирным На первый взгляд В деревне Гую и атмосфера накалялась Многочисленные взгляды были направлены на старейшину Ожидая его объяснений Как старейшина Академии Если он не знал Как продвинулся ученик Которого он сам учил Это было небрежностью его статуса Таким образом старейшина Академии должен был дать объяснение Проходили дни Появился второй юноша Который прорвался к средней стадии Это был Гую и Мобы Вскоре после этого с разницей Всего в три часа Гую и Фан Чжин тоже прорвался Он был замедлен отсутствием первобытных камней Конечно была еще причина Он был эмоционально травмирован прорывом Фан Юяня Третьим был Гую и Чжинь Даже если бы у него была первобытная сущность Гую и Чжиня Эффективность метода была не очень высокой И он мог применяться только раз в три дня А это было очень рискованно Но с его талантом класса С получения третьей позиции уже было успешным На пятый день старейшина Академии В очередной раз раздал субсидии Гую и Фан Юань Он стоял впереди Выкрикивая имя Фан Юяня первым Фан Юяня встал и подошел к нему с обычным выражением лица Внимание молодежи было приковано к нему Когда он двигался Показывая зависть, ревность и ненависть Сегодня старейшина не только раздает ресурсы Он еще и назначает старосту и заместителей старосты Как и ожидалось Первым был призван Фан Юяня Он первым прорвался Теперь ему принадлежит должность старосты Трудно представить, что таков результат До этого я думал, что Фан Чжин будет первым Он первым вышел на среднюю стадию Это так странно Должен быть какой-то секрет Но он отказывается нам рассказывать Хе-хе, если бы это был я Я бы тоже никому не сказал Сохраняйте спокойствие и процветайте Пока ученики беседовали Фан Юань встал перед старейшиной Академии Гу Юэ Фан Юань, ты первый гумастер, достигший средней стадии первого ранга в этом классе Так что это твоя награда Сказав это, он вручил ему бело-синий денежный мешок Фан Юань получил денежный мешок и открыл его на публике, заглядывая внутрь Будь уверен, внутри есть в общей сложности 30 первобытных камней Академия не обманет тебя Старейшина Академии улыбнулся Честно говоря, он никогда бы не ожидал Что первым юношей, который выйдет на среднюю стадию Будет Фан Юань Тем не менее, Фан Юань не слушал старейшину Академии Он редко доверял другим И верил только в себя Он тщательно проверил и обнаружил Что это было действительно 30 первобытных камней Не меньше Затем он положил мешок с деньгами за пазуху Старейшина Академии Увидев это действие, подумал, что его финансы ограничены И не мог не улыбнуться еще ярче Я так и думал, он все-таки талант класса С Стремясь к средней стадии, он должен был понести большие расходы У него нет финансирования ни от кого Поэтому он должен быть банкротом Пока у него есть потребность в первобытных камнях Мы не будем бояться, что он избавится от контроля клана Как только он войдет в систему клана, он не сможет сохранить этот секрет Так что даже если мы не сможем расследовать это Однажды он расскажет нам Старейшина Академии был полон уверенности Правда в том, что после того дня он втайне послал людей расследовать Фан Юяня Почти каждый день будет прогресс в поисках Но очевидно эти люди не знали, что у Фан Юяня есть несколько сотен первобытных камней И что он был довольно богат Старейшина Академии продолжил и сказал Фан Юянь, ты первый продвинулся на среднюю стадию первого ранга И согласно правилам Академии Ты получишь не только 30 первобытных камней в качестве награды Но и приоритет в выборе своего второго гу Прямо сейчас я назначу тебя старостой класса В конце концов Фан Юянь был назначен старостой Услышав это, несколько учеников вздохнули Проклятие Гую ему бы истиснул зубы, чувствуя возмущение Хэм Гую и Чичинь скрестил руки, холодно глядя на сцену Тот, кто пострадал больше всего, был брат Фан Юяня Гую и Фан Чжин Его лицо было бледным и неопределенным Темное облако нависало над его головой Обычные ученики, увидев старосту и заместителей Старосты, должны поклониться и отдать дань уважения С моими результатами я определенно буду заместителем старосты Но с этого момента, когда я увижу старшего брата Я должен буду отдать ему дань уважения Подождите В этот момент Фан Юянь заговорил Он слегка улыбнулся старейшине Академии и медленно сказал Уважаемый старейшина, ваш ученик не одарен и не обладает высокой мудростью Поэтому не может должным образом взять на себя роль старосты Эта роль должна быть отведена талантливым людям Что? Ты хочешь сказать, что не хочешь быть старостой? Как староста, ты будешь получать десять первобытных камней каждый раз Ты уверен, что хочешь отказаться? Старейшина Академии нахмурился, когда говорил За последние десятки лет преподавания он не видел Чтобы кто-то отвергал эту должность На самом деле он уже много думал об этом вопросе И позволение Фан Юяню быть старостой класса имело свои достоинства Как только он станет старостой, то будет внутри клановой системы Фан Юянь должен будет выполнять свои обязанности Наслаждаясь обращением Неважно, какова была роль старосты Самое меньшее, что он должен был сделать Это перестать вымогать у своих одноклассников Это определенно не то, что может делать староста класса Даже при том, что старейшина Академии был унижен Фан Юяним Он все еще должен был похвалить его за отличные результаты культивирования Как человек, связанный с системой Он не сможет делать то, что ему нравится Когда он занимается делами, и в большинстве случаев у него не останется выбора Конечно, это было не потому, что старейшина Академии был недоволен тем, что Фан Юянь каждый раз вымогал так много первобытных камней Он думал обо всех учениках, как только Фан Юянь станет старостой и перестанет вымогать деньги Это позволит другим подросткам передохнуть от давления Фан Юяня Затем это приведет к многоходовой конкуренции среди семей Пока он может лелеять семена надежды клана, Фан Чжин, Мобы и Чичинь, что стоит пожертвовать небольшой ролью старосты И все же, хотя у него был хороший план, правда сильно отличалась от того, что он ожидал Фан Юянь отверг его Он на самом деле отверг Хотя эта должность невелика Это первое предоставление почета среди этих горячих молодых людей Кроме почета, как староста Староста каждый раз получает 10 первобытных камней в качестве ресурсов Этому искушению ни один юноша никогда не сопротивлялся Но Фан Юянь на самом деле отказался Фан Юянь посмотрел на ошеломленного старейшину и спросил его Правила Академии гласят, что первый должен быть старостой Должность старосты От нее нельзя отказаться Старейшина Академии ответил с холодным выражением Конечно, нет таких бездушных правил Фан Юянь рассмеялся Спасибо старейшине за понимание Сказав это, он сложил кулаки и вернулся на свое место Ученики, которые видели эту сцену, переполошились Академия сразу оживилась Фан Юянь на самом деле отказался Ты издеваешься надо мной Он больной на голову Не знаю, почему он ведет себя так безумно Но, хе-хе, позже он пожалеет об этом Фан Юянь отказался быть старостой Это значит, что я староста Счастье пришло слишком быстро И Мобэй не успел среагировать Чичинь показал недоверие Он не мог понять, что кто-то на самом деле отказался от должности старосты По его мнению, это за пределами глупости Старший брат Фан Чжин уставился огромными глазами Разочарованно глядя на Фан Юяня По его результатам Фан Чжин однозначно будет заместителем старосты Но когда Фан Юянь отказался от этой позиции Фан Чжин почувствовал, что эта позиция больше не имеет никакого значения Лицо старейшины Академии было темным На этот раз действительно очень темным В последний раз, когда Фан Юянь прогуливал занятия Он выглядел злым Но в этот раз он был в плохом настроении Хуже, чем раньше Фан Юянь отказался от должности старосты Это означает, что он отвергает клановую систему Старейшина управлял Академией десятки лет Но это был первый раз, когда он увидел такого ученика, отвергающего такое огромное искушение Он хотел пригласить Фан Юяня в ловушку Но так как он не хотел попасться в нее Старейшина Академии был беспомощен Выдача субсидий закончилась Мобы назначили на должность старосты со вторым результатом Фан Чжин и Чичин стали заместителями старосты Старости класса дали 10 первобытных камней Заместители получили по 5 Несколько учеников из неблагополучных семей настолько завидовали им Что чуть ли не пускали слюни Видя первобытные камни у этих трех учеников Глава 54 Но я же староста класса Огненно-красное солнце медленно опускалось на западной стороне горного хребта Его свет не был пронзительным Но это был яркий и нежный луч Небо было окрашено в пурпурно-красный цвет Непрерывно распространялось закатное свечение Гора Цинмая была полностью поглощена морем пурпурно-красного цвета Каждое из высотных зданий и домов было также покрыто слоем золотой пряжи Окружающий лес, посаженный вокруг академии, будто был покрыт слабым слоем нефти Ветер дул медленно, и когда ученики вышли из класса Подростки, несущие первобытные камни, которые только что получили, были в расслабленном и спокойном состоянии Я действительно не знаю, о чем думал Фан Юань, когда отказался от роли старосты класса Хе-хе-хе, его мозг поджарился, бьюсь об заклад Он думает убивать людей весь день Давайте не будем беспокоиться о таком сумасшедшем парне Если подумать, в тот день, когда он ворвался в академию, я действительно испугался Это было так ужасно, что на следующий день после возвращения домой мне приснился кошмар Ученики шли группами по двое и трое Добрый день староста класса, им-им-им Приветствую, староста класса, им-им-им Гую-эмобы ходил вокруг и куда бы он ни пошел Ученики кланились и приветствовали его без исключения Его лицо не могло подавить волнение и увлечение Это было очарование самой власти Даже если бы это была лишь небольшая разница в статусе Это также могло бы сделать человека еще более уверенным в своей собственной ценности Когда уходящее солнце было красным, как кровь Мобы смотрел на него, пока его сердце пело Почему я никогда раньше не понимал, вид этого заката восхитителен Хмпф разважничался, только из-за того, что стал старостой Как будто это так удивительно Гую-эчи Чинь намеренно шел позади, так как он просто не хотел приветствовать Гую-эмобы Я действительно понятия не имею, о чем думал Фан Юань, когда отдал должность старосты Однако это так же хорошо, или же, как я, третий, мог бы получить роль заместителя старосты Гую-эчи Чинь был смущен в своем сердце, но он также чувствовал счастье и облегчение Добрый день, заместитель, в этот момент обычный ученик прошел мимо него и немедленно поклонился, чтобы поприветствовать его Хе-хе, хорошего дня и тебе, Гую-эчи Чинь мгновенно кивнул, и на его лице засияла улыбка Как только ученик ушел, Чи-чинь, естественно, подумал Чувство довольно приятное Я уверен, что чувство быть старостой класса еще лучше Если бы я был не заместителем, а самим старостой, как это было бы хорошо Чи-чинь, который ранее радовался, теперь уже был наполнен ненасытной жадностью В ожидании должности старосты класса В соответствии с системой клана, каждый ранг, который был выше предыдущего, был похож на морковку, которая становилась больше предыдущей, уходя вглубь Хотя я всего лишь талант класса С, но я верю, что все будет лучше и лучше Гую-эчи Чинь был полон надежд на свое будущее Однако другой заместитель, Гую-эчи Чинь, чувствовал себя ужасно Выражение его лица также было довольно неприглядным Старший брат, ты Он посмотрел с недоверием на вход в академию, где стояла одинокая фигура Старые правила, как обычно, каждый человек дает один кусок первобытного камня Фан Юань стоял, скрестив руки Фан Чинь оторопел Лишь после нескольких минут он наконец сказал Старший брат, но теперь я заместитель старосты Это правда, сказал Фан Юань с равнодушным взглядом Заместитель получает пособие в размере пяти камней Поэтому ты должен отказаться от трех камней Фан Чинь был ошеломлен и мгновение не мог сказать ни слова Группа подростков толпилась вокруг Гую-эмобыя Когда они увидели, что Фан Юань блокирует вход в ворота Гую-эмобыя пришел в ярость, указывая пальцем в сторону Фан Юань Фан Юань, ты уверен, что у тебя хватит смелости сдерживать нас Сейчас я староста, и как обычный ученик, когда ты видишь меня Ты должен сначала поклониться и поприветствовать меня Ответом был кулак Фан Юань Гую-эмобыя был застегнут врасплох После удара кулаком он не мог удержаться и отступил на несколько шагов назад Его лицо было полно недоверия Ты ударил меня, ты действительно осмелился ударить меня, я староста Ответом опять был кулак Фан Юань Бах, бах, бах После нескольких ударов Гую-эмобыя был сбит на землю и лежал без сознания Окружающие юноши смотрели с широко раскрытыми глазами и не знали, как реагировать Это полностью отличалось от их воображения Охранники у входа в ворота также следили за всем, что происходило у них перед глазами Они шептались между собой Фан Юань только что вырубил нового старосту класса Что нам делать? Ничего Что? Просто понаблюдаем за ними Затем позовем других парней и наведем порядок Но, эй-эй, ты хочешь спровоцировать такого человека, как Фан Юань? Надеюсь, ты помнишь, что случилось с Ван Дайвуэром? Охранник немедленно задрожал и перестал говорить Двое охранников у входа в огромные ворота притворились глухими и слепыми, неспособными слышать или видеть что-либо После того, как Фан Юань разобрался с Гую-эмобыем, он также разобрался с Фан Чжином и Чичиним Именно тогда другие подростки поняли, что ничего не изменилось Фан Юань был все тем же старым Фан Юанем, и вымогательство продолжалось, как всегда Каждый из вас отдает по одному первобытному камню, заместители, по три, староста класса, восемь Фан Юань объявил новые правила Юноши могли только вздыхать и покорно выдавать свои первобытные камни Когда они вышли из ворот академии, вдруг кто-то громко воскликнул Я догадался, неудивительно, что Фан Юань не хотел должность старосты класса Он хотел продолжать вымогать у нас, это верно Каждый раз, когда он это делал, он получал около 59 первобытных камней, а сейчас их около 68 Если бы он был старостой класса, то получал бы только 10 Многие из них все поняли, он слишком коварный, хитрый, дикий Некоторые из них хлопали себя по бедрам, полные ненависти и обиды Это означает, что нет ничего особенного в должности старосты класса и заместителей Их также грабят и оставляют с двумя камнями, как и всех нас Неизвестно, кто только что заговорил, но когда молодежь услышала это, все замолчали Бац! Старейшина яростно ударил по столу, чувствуя себя чрезвычайно разъяренным Этот Фан Юань слишком абсурден, что он пытается сделать, пойти так далеко, чтобы продолжать вымогать Взяв 8 камней у старосты класса и 3 у заместителей При этом, в чем разница между старостой класса и заместителей по сравнению с другими учениками? Старейшина Академии изо всех сил пытался подавить свой голос, но его тон был наполнен яростью Когда Фан Юань отказался от должности старосты класса, это означало отказ от его интеграции в систему клана Строго говоря, это было своего рода предательство по отношению к самому клану Этого было достаточно, чтобы разозлить старейшину Академии Сразу после этого Фан Юань пошел вымогать деньги у своих одноклассников После вымогательства влияние старосты класса и его заместителей будет сильно ослаблено Со временем обычные ученики потеряют уважение и интерес к этим двум должностям Действия Фан Юаня на этот раз казались маленькими, но их смысл был довольно тяжелым Использование собственной силы, чтобы бросить вызов системе клана Старейшина Академии совершенно не хотел этого видеть Он поднимал новые надежды клана, а не предателей клана Тем не менее, несмотря на то, что Фан Юань пошел и бросил вызов системе клана Он знал, что не мог сделать что-либо, чтобы справиться с этим вопросом Если он действительно попытается, первым кто выступит против него, будет глава клана Вторым и третьим против него будут Гую и Челяни Гую и Мочинь Глава клана возлагал все свои надежды на Гую и Фан Джина, так как Фан Джин был единственным талантом класса А за последние три года Лидер клана нуждался в упорном и независимом гении, а не в хрупком и нежном цветке, о котором заботились В то же время Челяни Мочинь также возлагали надежды на своих внуков, надеясь, что они вырастут в разгаре неудач и разочарований Если бы Старейшина Академии действовал и заменил учеников, наказав Фан Юяня, то начались бы высказывания Будущие преемники семьи Мочи не могли победить Фан Юяня и могли только позволить Старейшинам помочь им Как это было бы неприятно, это неизбежно будет огромным ударом по славе и чести семей Мочи Конечно, Старейшина Академии не боялся маленького Фан Юяня, но вместо этого беспокоился, что его вмешательство повлечет давление с трех сторон главы клана семей Мочи Они в значительной степени составляют почти всю высшую власть Гую и, как скромный Старейшина, как он мог выдержать Корень этого вопроса все еще восходит к секрету Фан Юяня, на что он рассчитывал, чтобы пробиться на среднюю стадию Старейшина Академии сдержал огонь в своем сердце и бросил взгляд на три отчета о расследовании на своем столе В первом отчете была обширная информация о семье Фан Юяня Он родился в хорошей семье В его личности не было ничего странного, и его жизненный опыт был совершенно чистым и безупречным Оба его родителя скончались, и его забрали дядя и тетя Однако они не ладили, и с тех пор как он начал посещать Академию, то всегда оставался в общежитии Академии Второй доклад был о жизни Фан Юяня Он показал ранний интеллект в детстве и был оптимистично расценен членами клана Предсказывалось, что он, возможно, талант класса Тем не менее, после церемонии пробуждения он оказался талантом класса С, что сильно разочаровало клан Третий доклад был о недавних действиях Фан Юяня Его повседневная жизнь была очень простой, и у него был жесткий график Днем он постоянно посещал занятия в Академии, а по ночам спал в общежитии Он был чрезвычайно трудолюбив и культивировал каждую ночь, питая свою апертуру Были времена, когда он выходил в единственный трактир деревни, чтобы хорошо поесть и купить вина Он питал особую любовь к вину и любил зеленое бамбуковое вино Под кроватью в общежитии он держал десятки кувшинов зеленого бамбукового вина Старейшина Академии снова внимательно посмотрел на эти три отчета В его сердце появилось более глубокое впечатление о Фан Юяне Оба его родителя умерли рано, и он не смог ужиться со своими дядей и тетей Неудивительно, что этот сопляк Фан Юян не имеет чувства принадлежности к клану Он был лично коронован как гений среди всех членов клана, но они также лично сорвали его с неба и бросили на землю Неудивительно, что он такой дикий и непокорный, и такой необычно холодный и отстраненный Его жизнь так проста, и он усерден в культивации Это его намерение, не желая уступать, он хочет доказать свою способность к клану Поэтому, когда я подавил его, он так яростно ответил Как только Старейшина Академии дошел до этого момента, он не мог не вздохнуть Чем больше он узнавал о Фан Юяне, тем больше понимал его Конечно, понимание не означает прощение Фан Юян пошел против него, оскорбляя его достоинства, отказываясь быть старостой класса и даже грабя своих одноклассников Это были вещи, которые он не мог терпеть Сжимая доклад в руках, Старейшина Академии снова нахмурился Хотя эти отчеты детализированы, они не имеют ничего общего с секретом прорыва Фан Юяне Прошло уже несколько дней, эти люди звереют Бум-бум-бум В это время в дверь послышался стук Входите, сказал Старейшина Академии Дверь открылась Это был личный охранник главы клана У главы клана есть приказ Уважаемый Старейшина, пожалуйста, поспешите в главный семейный павильон Есть вопрос для обсуждения О, что случилось? Старейшина Академии встал со своего места Он почувствовал серьезность проблемы по тону и выражению лица охранника Мастер четвертого ранга, господин Цзяфу вернулся Его брат Цзяцзиншин пропал А ответил стражник Шипение Старейшина Академии мгновенно втянул полный рот холодного воздуха Глава 55 Именно те слова, которые я хотел услышать Луна, круглая как колесо, была едва различима среди плывущих облаков Старейшина Академии торопливо шел по дороге Его лицо едва было видно под мерцающим лунным светом Было трудно выжить в этом мире И исчезновение гумастеров было обычным делом Со своим богатым жизненным опытом Старейшина Академии знал, что при нормальных обстоятельствах Такие внезапные исчезновения часто означают смерть Любой может умереть, но не Цзяцзиншин Особенно в деревне Гуюе Он был особенной личностью Его отец был главой семьи Цзя А брат Гу мастером четвертого ранга Цзяфу Мастер четвертого ранга имеет первобытную сущность желтого золота И обладает абсурдной боевой мощью В клане Гуюе только лидер клана четвертого ранга может сравниться с ним В то время как остальные старейшины клана были третьего ранга Глава семьи Цзя был на еще более высоком уровне культивирования Он был пятого ранга И под его руководством семья Цзя достигла процветания Став крупным кланом и обладая ресурсами целой горы С большим количеством членов клана По сравнению с ними, клан Гуюе был средним Если бы сражались эти два клана Деревня Гуюе определенно была бы в невыгодном положении Самым важным было то, что если будет поднят этот вопрос Репутация клана Гуюе будет запятнана Многие торговцы бдительны в выборе своих маршрутов Без взаимодействия с торговцами Излишки местных ресурсов клана Гуюе не могли быть проданы А внешние ресурсы, которые им требовались, не были бы покупаемы Со временем они определенно ослабнут Это дело серьезное Если мы не справимся, это будет катастрофа Старейшина Академии беспокойно помчался к павильону главы клана Как только он вошел в конференц-зал То почувствовал торжественную и серьезную атмосферу Главное место занимал нынешний лидер клана Гуюе Бо Толстый и низкий Тзяфу привел с собой 5-6 последователей И встал в центре зала в обвинительную позицию При ярком свете лампы рядом со своими стульями Стояли старейшины с торжественными лицами Тзяфу был гумастером 4-го ранга И так как он не сидел То и старейшины клана 3-го ранга Естественно не смели это делать Это была сила сдерживания гумастера 4-го ранга А также форма уважения к власти Приветствую Старейшина собирался отдать дань уважения Но был остановлен лидером клана Гуюе Бо Седовласый Гуюе Бо потер пальцем висок Выражение беспокойства виднелось на его лице Я не собираюсь больше говорить об этом Академия клана всегда под вашим наблюдением Позвольте спросить Где Гуюе Фан Юань Старейшина Академии был шокирован Он подумал Как это связано с этим отродием Фан Юанем Он вежливо ответил В это время он должен культивировать в общежитии Академии Лидер клана вздохнул Брат Цзя очень подозрителен Он думает, что исчезновение его брата Цзя Цзиншина Как-то связано с Фан Юанем Я приказываю вам немедленно привезти его сюда Старейшина Академии содрогнулся Да, он понял всю серьезность этой ситуации и поспешил отдать дань уважения Прежде чем развернуться и уйти Брат Цзя этот Фан Юань будет доставлен сюда немедленно Присаживайся Гуюе Бо сказал Цзя Фу и указал на место рядом с собой Цзя Фу горько рассмеялся Прижимая кулаки к Гуюе Бо Я извиняюсь перед братом Гуюе Я тогда очень волновался Уже прошло немало времени с тех пор Как я видел своего брата Я боюсь худшего Я действительно не могу больше ждать Есть некоторые вещи Которые, только потеряв их, можно понять Цзя Фу понял это только за эти несколько дней Причину, по которой его отец поставил его в пару с Цзя Цзиншином Это было испытание его характера Посмотреть, сможет ли он, подавляя своего брата Вспомнить об их родстве и в то же время заботиться о младшем брате Если бы Цзя Цзиншин был мертв, как бы его отец относился к нему Когда он понял это, то немедленно провел расследование в караване И быстро поставил свою цель в деревне Гуюе Теперь, когда он стоял, не желая сидеть Это должно было создать впечатление, что он полон решимости найти преступника Это оказывало давление на клан Гуюе А также давало его отцу некоторую гарантию Когда он вернется в семью Цзя Докладываю лидеру клана, что Фан Юянь был доставлен сюда Старейшина Академии быстро привел Фан Юяня в зал Гуюе Фан Юянь отдает дань уважения главе клана Сэру Цзя Фу и всем старейшинам клана, сказал Фан Юянь с невыразительным лицом Это он? Цзя Фу холодно наблюдал за Фан Юянем, в то же время спрашивая женщину Гу-мастера Она была той, у кого Фан Юянь купил камни фиолетового свечения в игорном логове Да, это действительно он Нет никакой ошибки, уверенно сказала женщина Гу-мастер Посмотрев на Фан Юяня Цзя Фу кивнул Его пристальный взгляд был словно два стальных лезвия, рубящих Фан Юяня Но он не допрашивал открыто, так как это была деревня Гуюе Таким образом, он должен был оказать некоторое уважение лидеру клана Гуюе Он посмотрел в сторону лидера клана Гуюе У него было серьезное выражение лица Он знал, что Цзя Фу намеренно громко разговаривал с женщиной Гу-мастером Это было для подтверждения не только личности Фан Юяня, но и его мотива Он намекал главе клана Гуюе, что у него в руках есть доказательства У меня достаточно уверенности, так что лучше не защищайте чрезмерно члена своего клана Это вызвало некоторое недовольство в сердце лидера клана Гуюе Цзя Фу, ты потерял своего брата, это было твоей ошибкой с самого начала Теперь ты пришел сюда в нашу деревню Гуюе с обвинением и думаешь, что мой клан Гуюе может быть легко запуган Мой клан беспристрастен и работает на основе логики, но не думайте, что это слабость Думая об этом, он не стал сразу допрашивать Фан Юяня, но яростно сказал женщине Гу-мастеру Точно, у Фан Юяня есть брат-близнец, который выглядит идентично Ты действительно уверена, что это он? Женщина Гу-мастер была только первого ранга И под давлением Гуюе на ее лице мгновенно появились нерешительность и нервозность Цзя Фу нахмурился и сделал шаг вперед, блокируя ее от взгляда Гуюе-бо Сжимая кулаки, он сказал Брат Гуюе, я всегда уважал твой клан Особенно первого и четвертого лидеров Эти двое были мастерами пятого ранга Первый построил клан с нуля, прошел через трудные времена и создал фонд семьи Гуюе Другой был доброжелательным героем, ибо для защиты своего клана он пожертвовал собой И это стоит уважение Брат Гуюе, как лидер клана, я верю, что ты будешь действовать беспристрастно Пожалуйста, допроси этого Фан Юяня Услышав, что его тон смягчился, Гуюе-бо кивнул, но его сердце уже решило Если бы Фан Юянь был преступником, он бы его сдал В конце концов, он был только класса С, поэтому нет никакой потери До тех пор, пока можно урегулировать этот спор Если Фан Чжин был тем, кто это сделал, то Фан Юянь также должен взять вину на себя Фан Чжин, гений класса А, единственный за три года Верхушки клана все еще надеются воспитать его, чтобы пойти против Бай Нинбина из деревни клана Бай Фан Юянь, не нервничай Лидер клана Гуюе доброжелательно улыбнулся Позволь спросить, ты знаешь какую-нибудь информацию об этом Цзят Зиншине? Кто такой Цзят Зиншин? Фан Юянь посмотрел вверх и спокойно сказал Он обманывает Женщина Гу-мастер из игорного логова взвизгнула Когда Фан Юянь это сказал Услышав этот вопль, люди в зале обсуждений нахмурились и все посмотрели в ее сторону Женщина Гу-мастер с волнением указала на Фан Юяня Это он, это он В нашем игорном логове он купил шесть окаменелостей с фиолетовым свечением И в пятом была жаба с грязевой кожей Молодой мастер Цзя увидел это и попытался купить за пятьсот первобытных камней Это произвело на меня огромное впечатление Даже через год-два я не забуду Не только я, но и другие гу-мастера в игорном логове тоже это видели Это так Улыбка лидера клана Гуюе исчезла Выражение его лица стало жестким Фан Юянь только кивнул, показывая намек на нервозность, и сделал вид, что внезапно понял все О, это он Хорошо, если он Цзяцзин Шин, тогда я его знаю Но после инцидента в игорном логове я его больше не видел Он снова врет На этот раз сказал мужчина Гу-мастер Фан Юянь посмотрел в его сторону и как будто узнал его Был шокирован, но быстро попытался скрыть это Его изменения в выражении лица отразились на глазах каждого Все начали размышлять Уважаемые господа, я работаю в винном магазине Гу-мастер энергично указал на Фан Юяня В ту ночь я ясно видел его в винном магазине Он сидел с молодым мастером Цзяцзин Шином И двое тайно разговаривали в течение длительного времени Как только он это сказал, в зале поднялись дискуссии Старейшина Академии холодным взглядом посмотрел на Фан Юяня Глава клана Гу-юэ слегка двинулся назад, медленно опираясь на большой стул Как такое может быть? Поспешно сказал Фан Юянь В винном магазине было так много людей Как ты мог узнать именно меня? Ты сам можешь ошибиться Ха-ха, я определенно не ошибся Гу-мастер улыбнулся и пристально смотрел на Фан Юяня В этот момент он чувствовал себя очень уверенно Не говоря уже о том, что молодой мастер Цзяцзин Шин пришел в наш винный магазин Мы должны его хорошо обслужить Даже если бы это был не он, я бы все равно узнал тебя Потому что ты произвел на меня сильное впечатление Сказав это, он поднял брови и самодовольно сказал Ты все еще помнишь? В тот день ты пришел в наш магазин, чтобы выпить обезьяньего вина Но ты выпил только глоток После этого ты выпустил ликерного червя и скормил ему оставшееся обезьянье вино Я увидел ликерного червя и был очень взволнован, желая купить его у тебя Но ты отказался продать его и немедленно ушел Хорошо, это именно то, что я хотел услышать Фан Юянь холодно рассмеялся в своем сердце Но показал выражение шока на лице и сделал шаг назад Ликерный червь Глаза старейшины Академии засияли Но он быстро нахмурился и не мог не спросить Фан Юянь, откуда у тебя этот ликерный червь? Фан Юянь сжал кулаки, стиснув зубы, но отказался отвечать Старейшины клана пришли в ярости, начали хмуриться Говори, что именно произошло? Расскажи нам о том, что ты знаешь Признайся, этот ликерный червь, он принадлежит Цзятзиншину Как он может быть его? Я открыл его Фан Юянь внезапно поднял голову Его лицо показывало, что он не мог выдержать такой клеветы Поэтому он закричал от возмущения Глава 56 Развеяние подозрений Ты его открыл? Гу Юяй Бу сильно нахмурился Верно, на данный момент я не буду скрывать это Фан Юянь действовал так, как будто он рисковал всем Я купил шесть окаменелостей фиолетового свечения в игорном логове Но так как у меня было недостаточно первобытной сущности На месте я открыл только пять Последний я принес обратно в общежитие И, открыв его, нашел Гу внутри Я был вне себя от радости, так как я искал информацию об этом раньше И знал, что ликерный червь является редким Гу Который может дополнить мое отсутствие таланта Таким образом, я сразу усовершенствовал его Подожди, ты сказал, что купил шесть окаменелостей И открыл жабу с грязевой кожей А также ликерного червя Старейшины клана услышав это, не могли не спросить Ну и что, ответил Фан Юань Затем указал на женщину Гу Мастера Она может быть моим свидетелем Все были на мгновение ошеломлены Прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на женщину Гу Мастера Она почувствовала давление и не осмелилась лгать Так что она честно сказала Это правда Фан Юань купил шесть окаменелостей И на пятой открыл жабу с грязевой кожей Он забрал шестую Но я не знаю, что он нашел внутри Покупка шести камней фиолетового свечения И получение двух Гу Не слишком ли это удачливо? Пробормотали старейшины клана Что так трудно понять Это удача, кто знает Хех, еще в те дни, когда я играл Я тоже Подождите Гу трудно усовершенствовать Почему это звучит так? Будто Фан Юань легко усовершенствовал его Подозрительно спросили некоторые старейшины семьи Ты запутался Разве ты не знаешь, что когда Гу извлекаются из окаменелостей Они чрезвычайно слабы и находятся на грани смерти Усовершенствовать можно даже Гу Ранг которого выше Гу-мастера Что такого странного в том, что он усовершенствовал ликерного червя Кто-то сразу ответил Фан Юань продолжил Я усовершенствовал ликерного червя и пошел в магазин на второй день Я действительно купил там чашку обезьяньего вина Ночью я пошел снова и стал свидетелем сцены мошенничества Цзятзиншин продавал вонючего жирного червя Как черного кабанагу кому-то в моем клане Затем появился сэр Цзяфу и разрешил спор Я снова пошел в винный магазин Но не ожидал увидеть Цзятзиншина, пьющего вино в плохом настроении Я только что получил ликерного червя и был очень счастлив Поэтому я спросил его За сколько первобытных камней я могу продать Кто бы знал, что Цзятзиншин, услышав про ликерного червя Захочет насильно купить его Я, естественно, отверг его предложение Так как у меня не было намерений продавать его Было только желание знать его стоимость Даже если бы я хотел продать его Это должно было случиться после того Как я достигну второго ранга Таким образом, я ушел Слова Фан Юяня подняли вопрос о конфликте Цзятзиншина и Цзяфу В результате чего старейшины клана Увидели Цзяфу в другом свете Под этими давящими взглядами Цзяфу кашлянул и спросил о Фан Юяня С сияющими глазами Тогда мой брат преследовал тебя Фан Юянь кивнул, наполовину обманывая Он не только преследовал меня Но и добавил еще 50 первобытных камней Но я не хотел продавать его Поэтому он был в ярости Утверждая, что клан Гу Юянь имеет большого значения И просил меня быть осторожнее Сказав это, он ушел прочь Я больше никогда его не видел Цзяфу внутренне кивнул С его пониманием Цзятзиншина он определенно преследовал бы Фан Юяня и угрожал Так как это был его стиль Если бы Фан Юянь сказал, что не гнался за ним Это было бы ложью Но так как Фан Юянь так сказал Это привело Цзятзиншина в затруднительное положение Неужели после этого Цзятзиншин действительно не искал Фан Юяня? Может быть, после этого он снова нашел Фан Юяня? И так как эти двое не могли договориться по этому вопросу Он был убит Фан Юянем? Это вполне возможно Говори, Цзятзиншина убил ты? Цзятзиншина яростно спросил Пытаясь надавить на Фан Юяня своей аурой Фан Юянь еще раз отрицал это Утверждая, что он больше не видел Цзятзиншина У Цзятзиншина не было других доказательств И пока одна сторона интенсивно расспрашивала Другая отрицала На данный момент это стало патовой ситуацией Гуюэбо слушал их разговор и остался недоволен Цзятзиншин посмел угрожать клану Гуюэ на горе Цинма Это не давало клану Гуюэ никакого уважения Теперь этот Цзятзиншин осмелился так интенсивно допрашивать члена клана Гуюэ Перед всеми высокопоставленными лицами клана Не важно, если бы у него были доказательства Но теперь, когда у него нет доказательств или зацепок Если этот вопрос будет рассматриваться дальше Что случится с честью клана Гуюэ? Братец Цзя, я не хочу говорить что-то не то Лидер клана прервал допрос и продолжил Цзятзиншин пропал на столько дней Надежды практически нет Виновник этого преступления определенно оставил следы Брат уже нашел что-нибудь Цзятзиншин яростно посмотрел на Фан Юяня Прежде чем поднять голову и вздохнуть Я понимаю слова брата Если бы были какие-то следы Я бы не пришел сюда Чтобы найти преступника Этот преступник, очевидно, имеет опыт мерзких методов И тщательного обращения По правде говоря, все улики зашли в тупик И в тот день, когда мы уезжали Шел дождь, который мог смыть все возможные следы крови Гуюэбо слегка улыбнулся Брат Цзя, я слышал, что у твоей семьи Цзя есть отслеживающий Гу Который называется бабочка подземной тропы Она может испустить аромат души и имплантироваться на Гу Бесцветная и без запаха Не рассеивается со временем У всех Гу членов семьи Цзя есть этот запах До тех пор, пока ты используешь бабочку подземной тропы Следуя за ароматом Ты сможешь найти Гу И таким образом, вашего брата Цзяфу торжественно сказал Я использовал бабочку подземной тропы давным-давно, но эффекта не было Я уверен, ты слышал, что как только Гу умирает, запах рассеивается Очевидно, убийца убил всех Гу, которые были у моего брата Гуюэбо рассуждал Это странно Убийца причинил вред вашему брату, но не из-за Гу или вымогательства, чтобы получить первобытные камни Убийца убил этого маленького мастера первого ранга Но каков был мотив? Действительно, каков был мотив? Независимо от того, был ли Цзяцзиншин мертв? Должен был быть мотив, верно? Если не из-за Гу или первобытных камней, то из-за любви Но если это было преступление на почве страсти Это должен был быть длительный процесс И Цзяфу не пришел бы в клан Гу Юэ Члены каравана и члены клана попали бы под большие подозрения Поскольку у них длительные отношения с ним В зале сразу воцарилась тишина Фан Юань последовал за всеми взглядами и внезапно сказал Цзяфу Может быть, Цзяцзиншин был убит вами До этого я слышал, что ваша семья делит имущество Теперь, когда один брат мертв, разве ты не получишь больше наследства? Заткнись, необоснованные обвинения Не клевещите на сэра Цзяфу Тут же вспыхнули старейшины семьи Фан Юань немедленно замолчал Его взгляд неясно сиял Но его цель была достигнута Его ранние слова были похожи на камешек Который был брошен в море мыслей старейшин Вызывая волны ряби Старейшины клана последовали этому примеру И начали думать Цзяфу не мог убить Цзяцзиншина Это причинит ему больше вреда, чем награды Подождите, даже если он не сделает этого Это не значит, что другие не будут Внутренний спор семьи Цзя Некий старец имел озарение и тихо пробормотал Но в тихом зале все было слышно отчетливо Взгляды старейшин тотчас же засияли Наконец они подумали об этом Губы Фан Юань одернулись Веки опустились Скрывая холодный взгляд Лидер клана семьи Цзя хочет разделить активы И передать роль лидера клана Из-за этого его дети подверглись Интенсивной конкуренции Особенно Цзяфу и Цзягу И оба гумастера четвертого ранга И имеют своих сторонников За эти несколько лет положение семьи Цзя Стало известно многим горным деревням Несчастье Цзяцзиншина было слишком странным В настоящее время нет никаких доказательств того Что Фан Юань был убийцей Было очевидно Что мотивации для убийства было недостаточно Только на основе теории убийства Из-за ликерного червя В то же время действия и методы убийцы Не были столь тщательными и скрытными Все присутствующие были выше И как в представителях власти В них должно было быть что-то способное По крайней мере Для политических схем у них была хорошая интуиция и восприятие Лидер клана Цзя организовал присоединение Цзяцзиншина к каравану Одна из причин заключалась в том Чтобы проверить характер Цзяфу и увидеть Был ли он хорошим братом И только подавлял А не запугивал своего брата Теперь Когда Цзяцзиншин попал в беду Цзяфу будет вовлечен в эту историю И кто истинный победитель Очевидно Самый большой конкурент Цзяфу Цзягуй Действия преступника были настолько плавными Что все улики зашли в тупик Это показало Насколько опытным был преступник Как это может быть сделано 15-летним юношей Как Фан Юань Все ответы были найдены сразу В зале все еще царила тишина Но старейшины обменялись Многозначительными взглядами Чтобы заставить кого-то поверить во что-то Всем сердцем Нужно не убеждение А направление Острое зрение позволило Фан Юань Увидеть эти взгляды И он холодно рассмеялся В своем сердце Но его лицо все еще показывало Выражение негодования и упрямства Лицо Цзяфу было таким темным и мрачным Что с него стекала вода Вопрос внутреннего спора Семьи Цзя заставил его задуматься О Цзягуя В этот момент его душа задрожала У кого еще была большая мотивация Чем у Цзягуя Ни у кого Теперь я понимаю Я все понимаю Старейшина Академии стоял позади Фан Юяня Глядя на него Его глаза засияли Фан Юя неудачлив И неудачлив Повстречав Цзяцзиншина в последний момент С его возрастом Когда он только начал посещать Академию Как он может опровергнуть все доказательства Если у него были такие коварные способности Как он может показывать неукротимость Он отрицал это раньше Чтобы скрыть существование ликерного червя На данный момент все развеяли свои подозрения В отношении Фан Юяня Избавление от подозрений ко мне Это только первый шаг То, что произойдет дальше Имеет решающее значение Фан Юянь был в курсе ситуации И на данный момент все шло по плану Он внутренне вздохнул и посмотрел на Цзяфу Цзяфу тоже посмотрел на него Враждебность в его глазах становилась явно более интенсивной Глава 57 Ложь джентльмена Цзяфу был в замешательстве Он развеял свои подозрения в отношении Фан Юяня И был уверен, что Цзягуй был вдохновителем Но все же и что если я знаю правду Цзяфу почувствовал гнев и печаль У меня нет доказательств Так что если я обвиню Цзягуя перед отцом Без каких-либо доказательств Отец может даже подумать Что я пытаюсь его подставить Цзяфу был умен И он посмотрел на Фан Юяня Свет вспыхнул в его глазах Цзя Цзин Шэн путешествовал вместе с ним И теперь, когда он пропал Это была вина Цзяфу, что он не позаботился о нем Так как он не мог обвинить Цзягуя То должен был дать отцу ответ И этот ответ был перед ним Верно, если Фан Юянь станет козлом отпущения Это, по крайней мере, поможет мне преодолеть этот кризис Как только я это переживу Я смогу отомстить Цзягую с удвоенной силой Задумался Цзяфу Он поднял свой тон Спросив Фан Юяня Фан Юянь, как ты докажешь Что не причинил вреда Цзя Цзин Шину Старейшины клана были ошеломлены Очевидно, это ваш внутренний спор Почему вы все еще цепляетесь за члена моего клана Только лидер клана Гуюи выглядел мрачно Выражение его лица стало резким Когда он смотрел на Цзяфу Фан Юянь, какие у тебя есть доказательства Что ты не присутствовал в то время И не навредил Цзя Цзин Шину Если ты не можешь доказать это Ты убийца Цзяфу указал на Фан Юяня Его яростный взгляд угрожал его аурой Он пытается подтолкнуть Фан Юяня к тому Чтобы стать козлом отпущения Как жестоко В этот момент старейшины клана отреагировали И их выражения их лиц стали недобрыми Они сражались и строили интриги друг против друга В течение длительного времени Так что если бы они подумали об этом То легко узнали бы о целях и намерениях Цзяфу Доказательства, конечно, есть Я давно его приготовил Фан Юянь внутренне улыбнулся Но показал выражение шока Как будто он хотел говорить Но не мог Нет необходимости в других Просто скажи мне Есть свидетели или нет Цзяфу снова повысил голос Надавив на Фан Юяня Фан Юянь был возмущен Но стиснул зубы И беспомощно сказал Нет, ха-ха Тогда ты Цзяфу собирался объявить свой вердикт Но в тот момент Стой Старейшина Академии Сделал шаг вперед И встал перед Фан Юянем С торжественным выражением Конечно, у него есть свидетель Это буду я Ты В шоке Спросил Цзяфу Все правильно Я Старейшина Академии Столкнувшись с четвертым рангом Цзяфу Был немного подавлен Но увидев ободряющий взгляд Гую и Бо Он собрался с духом И поднял голову В эти дни Когда Фан Юянь Неожиданно стал первым Кто прорвался на среднюю стадию Я послал своих людей Исследовать его Его повседневная деятельность И действия записаны У него не было времени Навредить Цзяцзиншиню Да, это так Фан Юянь спрятался За спиной Старейшины Академии Где никто не мог видеть Его скривленные губы Показывающие улыбку Выражение лица Цзяфу Было тусклым Он не ожидал Что Старейшина Академии Выступит и защитит Фан Юяня Решающим моментом было то Что лидер клана Гу Юяне возражал Это имело большое значение Так как это означало Что клан Гу Юя собирался Защитить Фан Юяня Я понял Я хотел Чтобы Фан Юянь Стал козлом отпущения Но это было с моей точки зрения И я не рассматривал их мнение Действительно Как только Фан Юянь Будет объявлен преступником Клан Гу Юя должен будет Носить злое имя Нанося вред члену семьи Цзя С тех пор им придется Столкнуться с возмездием Семьи Цзя А также потерять свою репутацию Кроме того Будущие караваны Больше не посмеют Приходить сюда и торговать Потеря слишком велика Думая об этом Цзяфу мучился И хотел ударить себя по голове У руководства Гу Юя Были такие соображения Фан Юянь был класса С Так что если он действительно Навредил Цзя Цзиншину Отдавать его было ничем Но дело в том Что теперь Когда подозрения с него были сняты Если бы он был передан Разве Клан Гу Юя не пострадал бы От большой несправедливости И проиграл Зная Что этот конфликт Не может быть разрешен Цзяфу стиснул зубы Решив продолжить Он сказал Если так Почему бы вам не позволить Мне использовать отпечаток ноги Гу Как только этот Гу будет использован Он покажет нам его последние Тридцать тысяч следов на земле Старейшина Академии Недовольно усмехнулся Слова Цзяфу означали Что он им не доверяет Но у него нет причин Останавливать его Поэтому он не мешал Цзяфу Приходите и проверьте Фан Юянь холодно посмеялся Над Цзяфу Идя к нему с опущенной головой Он был уверен Сказав это Таким образом Эти несколько дней Он был в деревне И не ходил в тайную пещеру Под наблюдением старейшин Гу Юя Цзяфу не делал никакие трюки Отпечаток ноги Гу Был очень своеобразным Он был похож на ногу человека Его материал был похож на Полупрозрачный йогурт Дающий другим ощущение гладкости А поверхность имела Желто-зеленый блеск Он был небольшим Размером с ладонь Цзяфу держал его в руках Посылая в него Первобытную сущность Отпечаток ноги Гу Стал ярче А затем внезапно со звуком Бац взорвался в облако Желто-зеленого порошка Порошкообразное облако Окутало Фан Юяня И обернулось вокруг него Прежде чем вылететь из зала Там, где проходило облако порошка На полу были видны следы Эти следы светились Желто-зеленым светом Примерно такого же размера Как ступня Фан Юяня Это были его следы Когда он вошел в зал Следы простирались от павильона Главы семьи в общежитии Академии А затем в Академию И распространялись Кроме этого Он достиг гостиницы Облако порошка стало меньше Когда полетело И наконец на 30 тысяч Следе оно исчезло Результаты были ясны Все поверили Что Фан Юян невиновен Не было никаких подозрительных моментов Цзяфу вздохнул Достав маленькую нефритовую шкатулку В которой был только кусок нефрита Он был прозрачного изумрудного цвета И внутри был запечатан гу Это был палочник Его тело длинное и тонкое С цветом нефрита Все его тело казалось бамбуковой трубкой Палочники обычно были длиннее ладони Но этот был размером с ноготь Его поверхность испускала белое свечение Зеленый нефрит Как его тело Белый свет Обволакивающий его Это бамбуковый джентльмен Некоторые из старейшин узнали этого гу Даже гу Юэбо был взволнован Он не мог удержаться от советов Брат Цзя Этот бамбуковый джентльмен Гу четвертого ранга Его не так легко усовершенствовать Зачем тратить его здесь Цзяфу покачал головой Глядя на Фан Юяня Этот бамбуковый джентльмен Был получен через азартные игры Когда я был молод Камень был открыт только на полпути Прежде чем его больше нельзя было извлечь Каждый знает Этот гу питается честностью Он может обнаружить ложь от рождения Только честный джентльмен Который никогда не лгал Может усовершенствовать и накормить этого гу Фан Юянь Ты просто должен открыть этот кусок И держать бамбукового джентльмена В своей апертуре Что бы я ни спросил Ты ответишь Затем мы вытащим и позволим Каждому увидеть Изменил ли он цвет Если гу изменил цвет Ты врешь Не проблема Фан Юянь не колебался Он немедленно открыл кусок нефрита И сделал так Как велел Тзяфу Бамбуковый джентльмен Появился в его апертуре И спустил слабое зеленое свечение Покрывающее первобытное море Фан Юянь почувствовал Что если бы он солгал То бамбуковый джентльмен Мог обнаружить это И превратиться в другой цвет Но он принял его только потому Что у него был козырь Цикада весны и осени С мыслью Цикада весны и осени Проснулась и выпустила След своей ауры Эта аура была подавляющей И она немедленно подавила Бамбукового джентльмена Бамбуковый джентльмен Испустил зеленое свечение И немедленно сжал свое тело Оно свернулось клубочком Дрожа от страха Тзяфу начал допрос Фан Юянь Ты навредил моему брату Тзяцзиншину Нет Ответил Фан Юянь Тзяфу спросил У тебя есть другая информация О нем? Фан Юянь покачал головой Нет Тзяфу снова спросил Ты сказал нам что-нибудь не так? Фан Юянь снова покачал головой Нет Хорошо Теперь ты можешь вытащить Бамбукового джентльмена Закончив с тремя вопросами Тзяфу дал указание Фан Юяню Фан Юянь достал Бамбукового джентльмена И все увидели Что он все еще был Изумрудно-зеленого цвета Без изменений Старейшины клана вздохнули С облегчением Выражение лица Тзяфу стало мягче Когда он держал Бамбукового джентльмена Прижимая кулаки К Гу Юэбо В этот раз Брат Гу Юэ Я обидел тебя Неважно Правда Это то Что мы тоже хотели увидеть Гу Юэбо махнул рукой А затем вздохнул Но как жаль этого Бамбукового джентльмена Бамбуковый джентльмен Имел способность Обнаруживать ложь Был Гу четвертого ранга Таким образом Он был очень ценным Но кормить и усовершенствовать Его было непросто Это должен был быть Честный джентльмен Если бы любой другой Гу-мастер солгал Усовершенствование бы Провалилось И бамбуковый джентльмен Умер бы мгновенно Его едой была честность Он будет находиться В апертуре честного джентльмена И потреблять честность В качестве пищи Чтобы выжить Теперь Когда бамбуковый джентльмен Был открыт Он был чрезвычайно слаб У него не было еды Чтобы восстановить Свою силу После такого жестокого Обращения Фан Юяня Он был на грани смерти Цзяфу покачал головой Глядя на бамбукового джентльмена И не чувствуя жалости Он торжественно сказал Я уже сделал все возможные Для расследования Но не получил никаких результатов На этот раз Когда я вернусь к семье То найму божественного следователя Тесю Элына Один Он определенно прояснит этот вопрос Прощайте Сказав это Он сжал кулаки в сторону Гую Эбо И ушел Бодрый и быстрый Увидев Как цзяфу и остальные уходят Гую Эбо вздохнул с облегчением И сказал Вы все можете уйти Он помахал старейшинам клана Но вдруг подумал И сказал Старейшина Академии Пожалуйста Останься Не уронив ни капли пота Фан Юань вышел из павильона В целости и сохранности Один Ти означает металл Сюэлэн означает холодная кровь Это имя будет иметь важное значение Глава 58 Клан не только правила и нормы Лидер клана Что случилось? Старейшина Академии Почтительно встал в углу Ничего особенного Присаживайся У меня есть история Которой я хочу поделиться с тобой Гу Юэбо прищурил глаза И медленно произнес Ваш подчиненный Слушает с полным вниманием Старейшина Академии Предпочел сидеть на месте Ближайшим к лидеру клана Лидер клана Гу Юэбо Начал свою историю о Рензу С тех пор как Рензу Смог получить их имена И подчинить себе правила и нормы Гу Его первый приказ был для них Чтобы захватить долголетие Гу Правила и нормы Гу Один круглый и другой квадратный Работая вместе Могли захватить все Гу в мире А захватить долголетие Гу Не было ничем сложным Рензу использовал долголетие Гу И получил назад свою молодость Став снова двадцатилетним Но тогда правила Гу сказал Человек Хотя ты подчинил нас Каждый раз Когда ты приказываешь нам Это добавляет правила и норму Нормы Гу продолжил Мы можем поймать долголетие Гу для тебя Это первый приказ Наши новые правила и норма Мы повторно не захватим Такой же Гу для тебя Это означает Если Рензу захочет опять поймать долголетие Гу Правила и нормы Гу ему не помогут Рензу кивнул Не имея выбора Кроме как принять их условия Он дал свою вторую команду Тогда кроме долголетия Гу Пожалуйста Захватите для меня все остальные Десять тысяч Гу в мире Правила и нормы Гу получили этот приказ И правила Гу превратился в гигантский круг Охватывающий вселенную Нормы Гу превратился в гигантский квадрат Охватывающий большой мир Один квадрат и один круг Образовали гигантскую сеть Охватывающую весь мир Когда они сжимались снова И возвращались к Рензу Все Гу в мире За исключением долголетия Гу Были захвачены Рензу был вне себя от радости С этими Гу Принадлежащими ему С этого момента он был правителем мира Но как только он открыл сеть Со свистом большое количество Гу Вылетело наружу И Гу Которые правила и нормы Гу С трудом поймали Все убежали Когда Рензу закрыл сеть Осталось только пять Гу Почему это так? Рензу был поражен Правила и нормы ответили ему Человек Мир имеет более десяти тысяч Гу Со всеми видами способностей У тебя нет ни сил Ни знаний Как ты можешь их подчинить Мы можем только захватить Гу для тебя А чтобы подчинить их Ты должен полагаться только на себя Затем они добавили Это твой второй приказ Поэтому мы добавим второе правило и норму С этого момента за один раз Мы можем поймать для тебя только одного Гу Рензу мог только кивнуть И осторожно открыл сетку Показывая лишь небольшой зазор Остальные пять Гу содержали силу и мудрость Гу Увидев это, Рензу был вне себя от радости Он сказал силе Гу Сила Гу Ты оставила меня тогда У тебя есть какие-то сожаления Если ты уступишь мне сейчас Я верну тебе свободу Сила Гу сказала Человек, ты ошибаешься Я ушла не потому, что не могла А потому, что хотела остаться Ты хочешь подчинить меня Но это невозможно Я подчиняюсь только тем Кто сильнее меня Но о тебе не может быть речи Однако мы можем снова заключить сделку Дай мне свою молодость И я буду временно повиноваться тебе Рензу с неохотой слушал это Он только что вернул свою молодость И собирался потерять ее снова Но ему нужна была сила Он знал, что с силой он станет сильнее И жизнь станет легче Кроме того, с силой он мог подчинить больше Гу Таким образом, Рензу согласился И заключил с ней вторую сделку Рензу сразу стал старше И сила Гу вылетела из сети И приземлилась ему на плечо Рензу имел силу И был полон уверенности Он сказал мудрости Гу Мудрость Гу Ты оставила меня тогда У тебя есть какие-либо сожаления Если ты уступишь мне сейчас Я верну тебе свободу Мудрость Гу сказала Человек, ты ошибаешься Я ушла не потому, что не могла А потому, что хотела остаться Ты хочешь подчинить меня Но это невозможно Я уступаю только тем Кто умнее меня А ты не умнее меня Но мы можем договориться снова Дай мне свои средние годы И я буду временно подчиняться тебе Рензу, услышав это Отказался снова сделать то же самое Он дорожил своей жизнью И знал, что как только он продаст свои средние годы То останется со старостью Вскоре сила и мудрость Гу Снова покинут его Как и в прошлый раз Рензу отказался от сделки Но не хотел отпускать мудрость Гу Мудрость Гу беспокоилась Неохотно уступая Хорошо, человек Ты победил На этот раз я проиграла тебе Когда ты скажешь Какой метод ты использовал Чтобы захватить меня Я признаю поражение И не заберу ничего у тебя И буду в твоем распоряжении Услышав это Рензу был вне себя от радости И прежде чем Правила и нормы Гу Могли остановить его Он сказал Я использовал правила и нормы Гу Чтобы захватить тебя Мудрость Гу рассмеялась Услышав Я вспомнила Так эти Гу Называются правила и нормы Ха-ха Теперь Когда я знаю ваши имена Вы больше не можете захватить меня Сказав это Она превратилась во вспышку света И улетела Растворившись в воздухе Правила и нормы Гу Начали жаловаться Человек Мы давно сказали тебе Что наше имя Должно быть известно Только тебе В противном случае Нас могут использовать другие Посмотри Что случилось Теперь Когда мудрость Гу Знает наши имена Будут проблемы Только тогда Рензу понял Что мудрость Гу Его обманула Он страдал Потому что он знал Что он потерял Единственный шанс Который у него был Чтобы захватить мудрость Гу С помощью правил и норм Говоря до этого момента Гу Завершил рассказ Он посмотрел на старейшину академии Многозначительным взглядом Старейшина Вскочил со своего места Он слышал историю Рензу давным-давно Но из уст Гу Ибо она имела Большие значения Его взгляд сиял И его сердце понимало Он слегка почтительно Поклонился Гу Ибо Сказав Лидер клана Вы используете Эту историю Как аналогию Фан Юань Мудрость Гу А клан Рензу Хотя Рензу Использовал правила И нормы Гу Чтобы захватить Мудрость Гу И сумел поймать ее Мудрость Гу В конце концов Убежала Сказав это Старейшина академии Остановился И подумал Об этом Некоторое время Прежде чем Посмотреть на Гу Юэбо Лидер клана Вы хотите Чтобы я Отпустил Фан Юэня И перестал на него Давить Но он становится Все более и более Гу Юэбо Остановил Старейшину академии Протянув руку И показывая Что он может Сидеть и говорить Старейшина академии Сел А Гу Юэбо Продолжил Твое понимание Все еще превосходно Ты умный человек Легко понимающий Мою точку зрения К сожалению Твое понимание Ситуации Все еще Слишком мало Ты можешь Видеть только Этот крошечный Участок земли Перед тобой Позволь мне Сказать тебе Что академия Это небольшое дело И клан Действительно Является важным Я знаю О чем ты Беспокоишься Боишься Что другие ученики Будут подавлены Фан Юэнем В конце концов Теряя огонь В своем сердце Хе-хе-хе Гу Юэбо Покачал головой Указывая На старейшину академии Ты слишком Много думаешь Об этом Как ты думаешь Что делает клан Полагается На свою академию В воспитании Новых людей Конечно Нет За каждым учеником Стоят их родители Старейшины И друзья Только с поддержкой Поощрением Ожиданиями этих людей Новое поколение Нашего клана Гу Юэ может иметь Уверенность и мотивацию В своих сердцах Фан Юэн действительно Неоднократно Превышал мои ожидания У него есть намек На выдающееся Совершенство Я тайно наблюдал За Фан Джином И я давно знал О вымогательствах Фан Юэня Просто позвольте Ему продолжить Используйте его Чтобы тренировать Фан Джина Мобы И Чичиня Этих грубых Нефритов В этом вопросе Есть много преимуществ По крайней мере Эти ученики Имеют лучшие Боевые навыки Среди всех Предыдущих Сезонов Старейшина Академии Волновался Но лидер клана Чрезмерные препятствия Тоже не к добру Они сокрушат Нефрит Тем более Что у Фан Юэня Теперь есть ликерный червь Который оказывает Большую помощь Гу-мастеру Первого ранга Я беспокоюсь Что на первом ранге Под давлением Фан Юэня Никто не сможет Изменить ситуацию Пусть они Не смогут Изменить ситуацию Фыркнул Гу-ю-эбо Показывая Благодать И бессердечие Человека У власти Это маленькая Неудача Какая разница Это страшнее Чем смерть С поддержкой Старейшины Их семьи Если им все еще Не хватает Мотивации То они даже Не нефрит Для начала И не имеют Ценности Для воспитания У клана Каждый год Есть много Новых учеников В академии Так что Если этот сезон Не удастся Всегда есть Следующий Что касается Гу-ю-эфан-джина То Начиная с Завтрашней ночи Я буду учить Его тайна С личным учением Лидера клана Это действительно Удача для Гу-ю-эфан-джина Выражение лица Гу-ю-эбо смягчилось Когда он Посмотрел На старейшину Академии Наставляя Ты знаешь Причину Почему После Стольких Десятилетий Ты все еще Старейшина Академии Имея терпение Я знаю Что Фан-ю-эн Ущемил Твое Достоинство И унизил Тебя Но Тебе Действительно Нужно Быть Таким Расчетливым С младшим Я знаю Что У Фан-ю-эня Есть Некоторая Мудрость Но Он Все еще Молод И склонен Быть Опрометчивым Если бы Не это Он бы Не навредил Охранникам На публике И не поставил Вас В затруднительное Положение Он был В ярости Тогда И это Понятно Когда Теряешь Статус Гения Вполне Нормально Злиться На клан Он На самом Деле Очень Инфантилен Ты можешь Догадаться О попытке Скрыть Ликерного Червя Как Можно Спрятать Ликерного Червя Он Еще Не Созрел И все Еще Невинен Не Думая Нем Как О Страшном Существе Сравнивать Его С Мудростью Гу Я Думаю Это Слишком Высоко В лучшем Случае Он Обладает Небольшим Интеллектом Но Ему Не Хватает Истинной Мудрости И Знаний Если Бо Он Скрыл Тот Факт Что Он Тихо Поднялся На Среднюю Стадию Или Принял Должность Старосты Класса Без Какого Либо Недовольства Это Было Бы Действительно Большой Интригой Лидер Клана Что Вы Имеете В Виду Старейшина Академии Поднял Брови Я Пытаюсь Сказать Что Фан Ю Ан Недоволен Кланом Так Что Позволь Ему Выплеснуть Свой Гнев Муравей Плюет На Слона Разве Слона Это Волнует Эмоции Должны Быть Выпущены Они Сдержаны Внутри Так Что Как Только Он Закончит Вымещать Гнев Он Естественно Впишется В клан Наш Клан Гу Ю Существует Уже Почти Тысячу Лет С тех Пор Как Первое Поколение Основало Его Было Бесчисленное Множество Людей Которые Были Недовольны Кланом Но В конце Концов Кому Нибудь Из Них Удалось Свергнуть Клан Клан Это Не Только Правила И Нормы Но И Кровное Родство И Близость Рензу Хотел Использовать Правила И Нормы Чтобы Захватить Мудрость Тем Не Менее Он Не Только Проиграл Но И Сообщил Мудрости Правила И Нормы В Этой Историей Есть Глубокий Смысл Правила Мертвы Но Люди Живы А Отношения Глубоки Если Ты Знаешь Только Как Использовать Правила И Нормы Чтобы Поймать Людей Это Просто Увеличит Негодование И Заставит Фан Юян Быть Более Разобщенным С Кланом Фан Юян Всего Лишь Талант Класса С Если Ему Повезет После Десятков Лет Он Будет Старейшиной Клана Низкого Ранга Но Он Все Еще Брат Близнец Гу Ю Фан Джина Теперь Ты Понимаешь Понял Услышав Последнее Предложение Гу Ю И Бо Старейшина Академии Понял Сразу Им Им Если В семье Есть Только Правила И Нормы То Семья Это Куча Мертвых Предметов Но Если Добавить Кровные Отношения Они Будут Живы Гу Ю И Бо Кивнул И Еще Одно Предложение Я Хочу Чтобы Ты Запомнил Пожалуйста Просветите Меня Гу Ю И Бо С Далеким Взглядом Смотрел Из Окна На Луну Море Может Удерживать Воду Из Тысяч Рек Оно Большое Из-за Своей Емкости Человек Велик Когда Он Может Быть Терпимым И Снисходительным Ко Многим Другим Людям Запомни Это И Уходи Да Сэр Ваш Подчиненный Уходит Сказал Старейшина Академии Покидая Зал Глава 59 Неважно Ранг Три Или Четыре Вы Все Обезьяны Сегодня Луна Была Особенной Лунный Свет Был Великолепен И Как Муслин Покрывал Гору Цин Маа Драгоценная Медная Жаба Перемещалась На Сто Метров С Каждым Прыжком Из-за Способа Передвижения Обрывистый И Узкий Горный Путь Не Был Препятствием Для Нее Цяфу И Его Команда Сидели На Спине Драгоценной Медной Жабы Выйдя Из Деревни Гую Они Двинулись В Направлении Торгового Каравана Ветер Проносился Мимо Их Ушей И Их Взгляд Следовал За Драгоценной Медной Жабой Когда Она Прыгала Лунный Свет Сиял На Лицах Всех И Все Они Выглядели Торжественными В то Время Как Лицо Цяфу Было Холодным Как Лед Через Некоторое Время Близкий Подчиненный Не Выдержал Этой Атмосферы И Спросил Цяфу Мастер Что Мы Теперь Будем Делать Ця Цзин Шин Мертв Как Только Мы Вернемся Что Вы Скажете Старому Мастеру Мы Должны Найти Козла Отпущения Цяфу Покачал Головой Но Избежал Вопроса Ты Знаешь Историю Рензу Подчиненный Был Ошеломлен Не Ожидая Такого Ответа Он Не Знал Сразу Что Ответить Цяфу Продолжил У Рензу Были Правила И Нормы Гу И Он Смог Захватить Все Десять Тысяч Гу В Мире Получая Силу Но Теряя Мудрость В тот Момент Его Сеть Все Еще Содержала Три Гу Он Открыл И Увидел Что Они Были Отношения Гу Вера Гу И Подозрения Гу Рензу Не Хотел Отпускать Их Так Что Три Гу Могли Только Заключить С ним Пари Как Только Рензу Откроет Сеть Они Выбегут В Трех Разных Направлениях И Тот Кого Поймает Рензу Подчинится Угадай Кого В конце Концов Поймал Рензу Доверенный Помощник Подумал И Ответил Отношения Гу Знаешь Ли Ты Почему Спросил Тзя Фу Подчиненный Покачал Головой Тзя Фу Рассмеялся Потому Что Отношения Значит Все Независимо От Того Верит Отец Или Подозревает Я Уже Показал Своё Отношение Тзя Зин Шин Пропал Без Развести И Я Немедленно Провел Расследование В Караване Как Только У меня Появилась Подсказка Я Помчался К Клану Гу Ю В Деревне Я Рисковал Подвергнуться Нападению И Все Жи Допросил Их Я Даже Не Присел И Чтобы Подтвердить Слова Фан Ю Я Зашел Так Далеко И И И И И И И И Как Только Я Вернусь Я Потрачу Кучу Денег Чтобы Нанять Божественного Следователя Тесюэлына Разобраться В этом Деле Независимо От Того Жив Или Мертв Цзя Цзин Шин Как Его Брат Я Уже Сделал Все Что Должен Мое Отношение Показывает Все Я Уже Все Продумал Нам Не Нужен Козел Отпущения Мы Вернемся Так Потому Что Я В Не Не Виноват Поиск Козла Отпущения Это Может Быть Просто Ловушка Цзя Гуя Если Я Найду Козла Отпущения Он Найдет Кого Нибудь Кто Сможет Все Опровергнуть Его Подчиненный Был Шокирован И Сказал Мастер Вы Действительно Подозреваете Что Молодой Мастер Цзя Гуй Стоял За Этим Хм Кто Еще Кроме Него Может Сделать Что Так Идеально Лицо Цзя Фу Исказилось Гнев Вырвался Из Его Глаз До Этого Я Думал О Наших Кровных Отношениях И Не Делал С Ним Ничего Подобного Но Так Как Он Так Хитрый Мне Придется Отплатить Ему Не Вини Меня За Бессовестность Он Не Знал Что Далеко В Отдаленном Месте Была Пара Глаз Наблюдающая За ним Фан Юань Стоял На Склоне Холма И Молча Смотрел Вид Сегодня Был Действительно Впечатляющим Золотисто-желтая Круглая Луна Была Высоко В Ночном Небе Сияя Так Ярко Что Вся Земля Была Ярко Освещена Зеленые Горы Были Зелеными И Пышными Различные Растения Росли В Округе Сосны И Кипарисы Так же Как Зеленого Цвета Стекало Потоками С вершины Горы К Подножию Далекие Горы Тянулись Бесконечно Образуя Запутанную Тяжелую Черную Тень Под Лунным Светом Извилистая И Переплетенная Горная Дорога Напоминала Кишки Козла Извиваясь Вдаль Изредка Покрытая Лесом Тзяфу И Его Группа Сидели На Вершине Жабы Следуя По Горной Дороге Их Фигуры Наконец Были Скрыты Деревьями Хотя Горная Местность Не Могла Повлиять На Скорость Драгоценной Медной Жабы Тзяфу Не Смело Прометчиво Пройти Через Гору Цин Ма Потому Что Если Он Ворвется В Орду Монстров То Даже С Его Культивации Четвертого Ранга Он Все Равно Не Будет Невредимым Следовательно Двигаться По Горной Тропе Лучший Путь Не Так Давно Фан Юань Стоял На Холме Держа Зонтик И Провожал Караван Но Теперь Он Снова Был Здесь Наблюдая Как Тзяфу Уходит Проблема С Убийством Тзяц Зин Шина Наконец Решена Его Глаза Были Темными И Отдаленными В То Время Как Его Сердце Было Спокойным И Мирным Как Только Он Убил Тзяц Зин Шина Той Ночью Он Думал Как Связать Концы С Концами Он Был Уверен Что Без Базы Или Поддержки Если Правда Будет Раскрыта Клан Гу Юи Определенно Пожертвует Им Но Если Бо Он Просто Скрыл Это Однажды Правда Все Равно Раскрылась Б Умный Способ Лгать Смешать Правду Пахматную Партию С Двумя Сторонами Друг Против Друга С Одной Стороны Караван Цзяфу А с Другой Клан Гу Юи В этом Случае Будь То Гу Юи Бо Старейшина Академии Или Цзяфу Они Все Были Пешками Черт Возьми Даже Сам Фан Юань Был Просто Пешкой Чтобы Защитить Пешку Которой Он Являлся Он Сначала Он Использовал Этих Двух Охранников Чтобы Создать Хорошее Шоу Со Старейшиной В Академии Далее Он Скрывал Существование Ликерного Червя И вызвал Любопытство Членов Клана Привлекая К себе Большое Внимание И повышая Авторитет Одновременно Он Позволил Старейшине Академии Проводить Частные Расследования Затем Он Вымогал У своих Одноклассников И проявил Необдуманность Дикость И Недовольство По отношению К клану Показывая Слабость Высшим Членам Гую Затем Он Считал Дни И стал Ждать Зяфу Во Время Допроса Он Проявлял Свою Незрелость И страх Что Позволяло Ему Вести Другого За нос Позволив Ему Знать Правду Наконец Он Воспользовался Противоборствующими Интересами Клана Гую И Зяфу И Превратил Подозрительного Старейшину Академии В своего Свидетеля Бамбуковый Джентльмен Был Небольшой Неожиданной Случайностью Но Это Все Еще Был Четвертый Рандгу И Под Даурой Цикады Весны И Осени Бамбуковый Джентльмен По Иронии Судьбы Стал Величайшим Доказательством Фан Юяня Наконец Фан Юянь Не Только Прекрасно Объяснил Где Он Взял Ликерного Червя Но И Возложил Вину На Невинного Цзя Гуя В то Время Как Он Сам Вышел Из Этого Инцидента Не Потеряв Ни Волоска Старейшину Академии Попросили Остаться Похоже Что Гу Юя Бо Собирается Вмешаться В дела Академии И Отменить План Давления На Меня С Вызвать Переполох И Привлечь Внимание Начальства Если Гу Юя Бо Не Появится Есть Гу Юя Мочи Ничилянь Которые Выйдут Чтобы Защитить Свою Репутацию Что Касается Цзя Фу То Он Должен Быть Уверен Что Виноват Цзя Гуй С Пламенем Мести Горящим В его Груди Хе Хе Я С Нетерпением Жду Что Будет С Моим Вмешательством Конфликт Между Ними Будет Обострен Интересно Будет Ли Соперничество Гу Мастеров Перенесено Ах Да Есть Еще Тот Божественный Следователь Тесю Лин Тесю Лин Хэм Фан Юянь Повторил Это Имя И Слегка Улыбнулся На Праведном Пути Это Действительно Личность К Сожалению Он Пронизан Официальными Делами И Имеет Плотный График В Этом Отношении Нелегко Заставить Его Прийти Тзяв Хочет Показать Своё Отношение Поэтому Он Должен Пригласить Его Но Время Трудно Оценить По крайней Мере Это Должно Быть Организовано Через 2-3 Года Через 2-3 Года Он Будет Иметь Культивирование Ранга 2 Или 3 К Тому Времени Жизнь Будет Совсем Иной Ночной Ветер Дул Над Свежим Прохладным Воздухом Гор Пронизывая Своеобразным Ароматом Фан Юань Вдохнул Чувствуя Себя Свежо Он Смотрел Вдаль Его Поле Зрения Было Широким Необузданные Горы Были Живописны Выглядя Спокойными И благоприятными Под луной Яркая Луна Освещает Посреди Сосен Чистый Ручей Течет По камню Фан Юань Слегка Процитировал Он Не мог Не подумать О стихе Из Басни С земли Была Группа Обезьян Которые Преследовали Луну Они Увидели Луну В колодце И захотели Ее Выловить Обезьяна Схватила Хвост Другой Обезьяны А это Также Схватило Хвост Следующей Обезьяны Так Продолжалось До тех Пор Пока Первая Обезьяна Не смогла Коснуться Водной Поверхности Колодца Как только Он Протянул Руку Вода Зарябила И Луна Исчезла Люди В этом Мире Были Такими Они Видят Отражение Луны И думают Что Это Реально Не Зная Была Ли Это Просто Луна В колодце В Их Глазах Или В Их Сердцах В Этой Жизни Я Надеюсь Стать Настоящей Луной Поднимаясь Над Горами И Небесами Играя С Облаками И Морями Следуя Древним Временам И ходя Во тьме Выше Различных Небес Глаза Фан Юяня Были Кристально Чисты И Красивые Зеленые Горы Отражались В его Зрачках Золотое Лунное Колесо В форме Диска Было Подвешено Высоко В Ночном Небе Оно Существовало С Древних Времен Путешествуя По Ночному Ночное Небо Раннего Лета Прекрасно Не было Ни одного Облака Плавающего В небе И звезды Мерцали Как Кристаллы Деревня Гу Юя Была Ярко Освещена Как будто Она Отражала Яркое Звездное Небо Один За другим Темно Зеленые Бамбуковые Домики Стояли На ночном Ветру А под Звездным Куполом Царила Спокойная И умиротворенная Атмосфера Фан Юяня Сейчас Не было В деревне Но он Пробрался В тайную Пещеру Он Преклонил Колени На земле Рукой Поглаживал Стену Изображения Его Ладонь Спускала Синий Лунный Свет На стене Изображения Оригинальная Сцена Уже Исчезла И теперь Она Ничем Не отличалась От других Окружающих Каменных Стен Если бы Фан Юяня Не запомнил Эту позицию Кто бы Еще Знал Что за стеной Было Скрыто Наследство Монаха Цветочного Вина В ночь Более Месяца Назад Стена С изображением Преобразилась И появилось Секретное Убежище Монаха Цветочного Вина Изображение Стены Сначала Показало Видео Монаха Цветочного Вина Купающегося В крови Который Провозгласил Что он Оставил Своё Наследство Затем Была Строка Кровавых Слов Намекающих Первооткрывателю Чтобы Он Сломал Стену Изображение И Пещера Бы Открылась Затем Слова Исчезли И Сила Фото Ауди Агу Стены Изображения Была Истощена И Стена Изображения Стала Обычной Стеной Хотя Фан Юань Знала Наследствие Монаха Цветочного Вина У него Не было Времени Его Исследовать Поскольку Это Было Неожиданное Событие Он Должен Был Убить Зят Зин Шина И Был Занят Тем Вечером Избавляясь От Улик В преддверии Предстоящего Допроса Он Должен Был Тщательно Спланировать Свои Действия И Ограничить Их Внутри Деревни После Ухода Цзя Фу И После Того Как Старейшина Академии Прекратил Свои Исследования Около Десяти Дней Спустя Внимание Ушло И Фан Юань Наконец Мог Пробраться Обратно В Пещеру В Апертуре Зеленое Медное Первобытное Море Уменьшалось Когда Фан Юань Направил Свою Первобытную Сущность В Лунный Свет Гу На Правой Ладони Лунный Свет Гу Испускал Нежный Лунный Свет И Непрерывно Мерцал Под Его Воздействием Каменная Стена Медленно Стиралась И Большое Количество Каменного Порошка Падало На Землю Это Был Контроль Фан Юань Над Лунным Светом Гу Тот же Метод Который Он Использовал Чтобы Открыть Игровые Окаменелости По Сравнению Со Вскрытием Камней Этот Метод Был Более Грубым Но При Разрушении Этой Толстой Каменной Стены Этот Метод Казался Слишком Мягким Уже Шесть Дней Фан Юань Использовал Лунный Свет Гу Чтобы Разрушить Каменную Стену На Полу Была Толстая Куча Темно Красного Каменного Порошка Почва Горы Цин Мая Была Зеленого Цвета Но Здесь Почва Была Странно Ярко Красная Испускала Темное Свечение Но К счастью Из-за Этого Источника Света Фан Юань Не Нужно Было Брать Факел Чтобы Избежать Подозрений Фан Юань Не Использовал Никаких Инструментов Стальные Молотки И Кирка Несомненно Были Лучше Для Разрушения Каменной Стены Но Если Бы Он Это Сделал Звук Разрушения Стены Отразился Бы По Всей Области Независимо От Того Услышит Ли Кто Слабый Или Громкий Шум Фан Юань Хотел Устранить Все Возможные Подозрительные Моменты Победа Или Дополнительная Осмотрительность Это Больше Похоже На Привычку В Прошлой Жизни Он Был Беспечным И Беззаботным Но Быстро Заплатил Высокую Цену Существует Поговорка Которая Гласит Люди Становятся Более Трусливыми Когда Они Стареют Но На Самом Деле Это Не Трусость А Терпеливая Осторожность 500 Лет Опыта Укоренили Слово Осторожность В Его Душе Пэйфэйф Глубоко Вздохнув Фан Юань Медленно Остановил Передачу Своей Первобытной Сущности Он Плюхнулся На Землю Чрезвычайно Истощенный Он Вырыл Около Трех Дюймов В Толщину Стены Которая Была Высотой В Один Метр Фан Юань Вытер Под Солба Разминая Плечи И Вытягивая Ноги Из-за Долгих Часов Сидения На Корточках В Ногах Чувствовалось Анимение Стук Фан Юань Согнул Пальцы И Постучал По Каменной Стене Услышав Звук Он Был Немного Счастлив В своем Сердце Так Как Он Мог Сказать Что Стена Становится Тоньше Закрыв Глаза Для Медитации Он Еще Раз Проверил Ситуацию Внутри Своей Апертуры Зеленая Медная Первобытная Сущность Была Менее 20% Продолжая Усердно Работать Фан Юань Стиснул Зубы И Снова Протянул Правую Руку К Каменной Стене Лунный Свет Синего Цвета Поддерживал Свечение В течение 15 Минут Затем Фан Юань Внезапно Остановил Свои Действия Он Убрал Правую Руку И Обнаружил Что В каменной Стене Уже Появилось Небольшое Отверстие Он Сразу Же Встал И Пнул Отверстие С громоподобным Шумом Оно Расширилось И Стало Таким Же Большим Как Бамбуковая Корзина Фан Юань Осторожно Сделал Несколько Шагов Назад Он Почувствовал Затхлость Выходящую Из Отверстия И Проникающую В эту Тайную Пещеру Вентиляция Секретной Пещеры Была Плохой Фан Юань Задумался На мгновение И Решил Покинуть Пещеру Вернувшись Во Внешний Мир Только Через Некоторое Время Он Вернулся Затхлое Чувство В пещере Было Немного Лучше Чем Раньше И Фан Юань Продолжал Расширять Размер Отверстия Иногда Используя Лунный Свет Гу А В другое Время Используя Свои Руки Чтобы Копать Или Был Диагональный Путь Вниз Изначально Путь Был Узким Но Чем Глубже Тем Шире Он Становился Человек Должен Опустить Голову При Входе Но Во Второй Половине Пути Можно Было Передвигаться С Выпрямленной Спиной Стены Пещеры Были Странного Красного Цвета И Спускающие Слабое Красное Свечение Это Заставило Интерьер Прохода Быть Видимым Но Путь Был Очень Длинный И Простирался Дальше Того Что Мог Видеть Глаз Из-за Угла Фан Ю Не Мог Видеть Что Было В Конце Пути Он Стоял У Входа В Пещеру И Не Сразу Вошел Вместо Этого Прищурился И Стоял На Месте Наследство Силы Не Было Похоже На Наследство Наследство Было Когда Гумастер Умирал И Оставлял Свои Вещи Те Кто Найдет Это Наследство Могут Найти Предметы На Трупе Наследство Силы Это Когда Гумастер Который Находится На Грани Смерти И Не Хочет Чтобы Его Наследие Вымерло Или Хочет Чтобы Принесло Пользу Будущим Поколениям Или Же Хочет Оставить Свой Последний След Существования В Мире Точного Вина Создал Это Наследство С Четкой Целью Взрастить Мстителя Отомстить Клану Гу Если Человек Способен Пройти Эти Испытания Он Получит Разные Поощрения Человек Прошедший Последнее Испытание Получит Все Наследство Силы Соответствуя Двум Фракциям Наследство Силы Делится На Праведное И Демоническое Праведное Наследство Часто Имели Изысканный Дизайн Проверяя Природу И Характер Человека Те Кто Потерпит Неудачу На Полпути Не Будут В Смертельной Опасности Демоническое Наследство Было Более Сложным Демонические Культиваторы Часто Были Безумными И Настойчивыми Хладнокровными Или Массовыми Убийцами Не Способными Быть Оцененными По Нормальным Стандартам Некоторые Демонические Наследия Испытывали Разум С Большим Количеством Ошеломляющих Решений Чтобы Принять Их Многие Люди Впадают В Глубокие Болезненные Размышления Не Получая Результата Некоторые Демонические Наследства Были Чрезвычайно Просты Будучи Тайной Комнатой Сгу И Первобытными Камнями Внутри Некоторые Демонические Наследия Были Чрезвычайно Жестокими И Неудача На Несколько Наследий Демонических Культиваторов Были Огромной Ложью Будучи Гигантской Ловушкой Они Следовали Правилам Забрать Кого-то С собой И Даже Прямо Перед Смертью Они Устраивали Это Испытание И Обманывали Других К Какому Типу Относится Наследство Монаха Цветочного Вина Фан Юань Глубоко Задумался С Его Воспоминаниями О Прошлой Жизни Обнаружил При Его Жизни И Фан Юань Остался В Неведении О Деталях По Правде Шансы На Ловушку Невысоки В Противном Случае Монах Цветочного Вина Не Будет Проектировать Эту Стену Изображения Но Есть Ли Скрытый Механизм Фан Юань Взял Камень И Бросил Его В Пещеру Камень Покатился По Дорожке И Быстро Пропал Из Поля Зрения Фан Юань Он Мог Услышать Сталкивающиеся Звуки Эхом Отдающиеся В Пещере Фан Юань Погрузился В Глубокие Раздумья Результаты Испытаний Показали Что Безопасно Но Он Еще Не Вошел На Тропу А Вместо Этого Достал Каменный Порошок И Насыпал Его У В Входа В Тайную Пещеру В Тоже Время Он Насыпал Слой На Трещину На Входе После Он Покинул Место Примерно В Нескольких Сотнях Метров От Реки В Скрытом Кустарнике Он Нашел Зеленое Бамбуковое Вино Которое Принес Собой Открыв Его Он Сделал Большой Глоток И Нарочно Пролил Немного Спиртного На Свою Одежду Чтобы Она Пахла Алкоголем Неся Вино Он Вернулся В Деревню И Дошел До Общежития В Полночь Если Бы Он Часто Не Возвращался Ночью Люди Бы Заподозрили Неладное Будет Лучше Если Выходить Рано Утром И Возвращаться Поздно Ночью Ища Ликерного Червя Фан Юань Уже Делал Это И Поэтому Такое Поведение Не Казалось Странным Звезды Тускнеют И Появляется Солнце Ночь Тишины Глава 61 Веревка Из Лос Яркое Утреннее Солнце Сияло На Горе Цин Ма В Академии Старейшина Рассказала Важных Деталях Завтра Вы Выбираете Второго Гу Каждый Здесь Имеет Опыт В Успешному Совершенствовании Гу И На Этот Раз Вы Можете Укрепить Свой Опыт Перед Выбором Второго Обычно Лучше Всего Если Ваши Второй Гу Хорошо Сочетается С вашим Жизненным Гу Первый Гу Гу Мастера Является Жизненным Гу И Как Только Он Был Выбран Он Будет Фундаментальным Камнем Их Развития После Этого Второй И Третий Гу Будут Взращены На Этом Камне И Решат Направление Культивации Гу Мастера Услышав Слова Старейшины Академии Молодые Люди Начали Размышлять И Только Фан Юань Крепко Спал На Столе Он Упорно Трудился В течение Половины Ночи Вчера И После Возвращения В общежитие Он Продолжил Культивировать Питая Свою Апертуру Он Лег Спать Лишь На Рассвете Старейшина Академии Посмотрел На Фан Юя И Нахмурился Но Ничего Не Сказал С тех Пор Как Лидер Клана Поговорил С ним Он Принял Позицию Пусть Фан Юян Делает Что Хочет Меня Не Волнует Какого Гу Я Должен Выбрать Когда Ученики Думали Об Этом Они Подсознательно Смотрели В сторону Фан Юя Говоря Об Этом У Фан Юя Уже Есть Второй Гу Да Это Ликерный Червь Чтобы Получить Ликерного Червя Из Азартных Игр Нужно Быть Настоящим Счастливчиком Видимо У него Удача Зашкаливает Если Б У Меня Был Ликерный Червь Я Б Тоже Первым Прорвался На Среднюю Стадию Не Так Ли Мысли Учеников Были Разнообразны Среди Них Есть Почитатели И Завистливые Люди С Того Самого Дня После Допроса Ликерный Червь А Также Раздражены Удачей Фан Ю Яня Почему У меня Нет Такой Удачи С Глубоким Сожалением Вздохнул Гу Ю Чичинь Который Был Талантом Класса С Не Так Давно Его Дед Расспрашивал И Попытался Раздобыть Для него Ликерного Червя Подумать Только Даже Будучи Наследником Семейной Ветви Он Не Смог Его Получить А Фан Ю Смог По сравнению С завистью И депрессией Чичиня Заместитель Фан Чжин Был полон Духа Брат Я Определенно Превзойду Тебя Он Посмотрел На Фан Ю Яня И В глубине Души Дал Себе Обещание Прежде Чем Отвернуться В эти Дни Его Глаза Сияли Светом И Он Чувствовал Какое-то Волнение По Отношению К Жизни Его Лицо Было Красным А Лоб Светился Даже Его Шаги Были Быстрее И Легче Старейшина Академии Увидел Все Это И Сразу Понял Что Лидер Клан Агу Ю Начал Тайно Обучать Фан Чжина Очевидно Что Общественность Не Должна Была Знать Об Этих Закулисных Методах Старейшина Академии Закрыл На Это Глаза Вскоре Снова Наступила Ночь Фан Юань Снова Вошел В Секретную Пещеру Звон 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 В Его Руки Брыкался Дикий Кролик И На Его Шее Висел Колокольчик Это Был Дикий Кролик Которого Фан Юань Поймал На Горе А Колокольчик Естественно Был Прикреплен Им Через Сутки Затхлый Запах В Пещере Рассеялся И Воздух Стал Свежим Вход В Пещеру Был Открыт Внутри Царила Тишина Фан Юань Почти Присел На Колени Осматривая Пол Вчера Он Насыпал Каменный Порошок По Всей Области И Этот Тонкий Слой Порошка Был Незаметен Порошок У Входа В Проход Цел Поэтому Кажется Что За Время Моего Отсутствия Из Чувствовал Себя Спокойно После Осмотра Он Встал И Руками Вытащил Мертвые Виноградные Лозы Из Стены Затем Он Сел На Землю Ногою Придерживая Дикого Кролика На Месте Так Что Обе Руки Оставались Свободными Чтобы Плести Виноградные Лозы Это Была Работа Которую Нормальные Гу Мастера Не Знали Бы Но У Фан Оставляя Их Умирать От Голода Одного За Другим Некоторое Время Он Имел Первобытную Суть Но Был Без Гу Он Стал Как Обычный Смертный Даже Жить Было Трудно Не Имея Выбора Он Научился Плести Из Лоз Соломенные Сандалии Головные Уборы И Т. Д. И Продавал Их В Обмен На Первобытные Камни Чтобы Прокормить Себя Увлекшись Плетением Из Лозы Фан Юань Погрузился В Воспоминания Мучения И Страдания Того Времени Вызвали У Него Беззвучный Смех Кролик Под Его Ногой Продолжал Бороться И Колокольчик Звенел Без Остановки Пара Двух Струн Соприкасается Надолго Десять Тысяч Перепетий Тысяч Возвратов Делают Их Неразделимую Любовь Обширнее Один Деликатно И Медленно С Течением Лет Позволяя Им Сходиться Осложнение Переплетение И Повороты Присутствуют Плетение Лозы Разве Это Не То же Самое Что И И И И И И Жизнь В Тайной Пещере Красный Свет Сиял На Лице Фан Юяня Показывая Его Молодость И Опыт Переплетающиеся Вместе На Его Лице Время Казалось Тоже Остановилось Молча Оценивая Молодого Человека Плетущего Веревки Звон 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 Час Спустя Дикий Кролик Быстро Вошел В Проход Колокольчик На Его Шее Непрерывно Звенел Через Несколько Вдохов Он Покинул Поле Зрения Фан Юяня Фан Юян Держался За Импровизированную Веревку Которую Он Временно Сплел И Один Конец Веревки Был Прикреплен К задней Ноге Кролика Направляющегося В Туннель Через Некоторое Время Веревка Остановила Все Движение Но Это Не Означало Что Кролик Добрался До Конца Туннеля Он Мог Быть Убит Ловушкой Или Просто Решил Отдохнуть На Полпути Фан Появилось Сопротивление И Веревка Снова Начала Двигаться В Сторону Пещеры Очевидно Кролик Почувствовал Силу Натяжения С Другой Стороны И В Волнении Начал Продвигаться Глубже В Пещеру После Многих Попыток Кролик Наконец Достиг Конца Пути И Как бы Фан Юян Не Дергал Веревку Движения Не Было Возможно Кролик Добрался До Конца Туннеля Или Может Быть Он Попал В Ловушку И Застрял Было Просто Узнать Ответ Фан Юян Начал Доставать Веревку Его Сила Далеко Превзошла Кролика И В Конце Концов Он Вытащил Его Силой Дикий Кролик Снова Брыкался В Руках Фан Юя Фан Юян Осмотрел Дикого Кролика И Увидел Что У Кролик Потерял Свою Ценность И Фан Юян Мгновенно Убил Его Бросив Труп На Землю Он Не Мог Отпустить Кролика Ведь У Животных Тоже Были Воспоминания Если Бы Он Вернулся Снова И Как Ликерный Червь Привлек Посторонних Это Было Бы Очень Плохо Он Глубоко Вдохнул После Нескольких Попыток И Следований Он Наконец Мизмов Которые Специально Предназначались Только Для Людей Маленькое Животное Такое Как Дикий Кролик Не Смогло Бы Вызвать Его Вот Почему Фан Юян Все Еще Должен Быть Осторожным Туннель Был Прямым По Диагонали Наклонным Ко Дну Чем Глубже Тем Шире И Выше Становился Проход Фан Юян Должен Был Опускать Голову При Входе Но После Полусотни Шагов Он Уже Мог Передвигаться С Выпрямленной Спиной А После Сотни Шагов Он Мог Ходить Подняв Руки И Размахивая Ими Влево И Вправо Туннель Был Недлинный Всего Около Триста Метров Но Фан Юян Потратил Около Двух Часов Прежде Чем Наконец Достиг Конца Пути По Дороги Он Был Бдителен И Следовал Шаг За Шагом В конце Пути Он Уже Сильно Вспотел Это Так Хлопотно Безгу Обнаружение Фан Юян Вытер Под Солба И Подтвердив Свою Безопасность Успокоился И Осмотрел Местность На Этот Раз Он Был Ошеломлен В Конце Тоннеля Была Огромная Глыба Поверхность Глыбы Была Гладкой И Она Огромной Глыбы Вокруг Фан Юян Ничего Не Было Это Из-за Несчастного Случая Что Путь Тоннеля Был Заблокирован Вызывая Такой Результат Фан Юян Прищурился Размышляя О Возможностях Перед Смертью Монах Цветочного Вина Жаждал Создать Наследство Он Использовал Земляного Паука Тысячелей Создал Тоннель Дорога Вела Вглубь Гор И Вела Наследника Внутрь После Сотен Лет Проход Не Смог Выдержать Коррозию Времени И Одна Из Областей Обрушилась Из-за Отсутствия Обслуживания Всякие Несчастные Случаи Часто Случаются В жизни Если Это Так Не Застрял Лия На Этом Этапе Он Пошел Вперед И Прикоснулся К Глыбе Этот Камень Останавливал Его Продвижение Его Чтобы Вырезать Проход Но Это Заняло Бы По крайней Мере Год Или Два Похоже Что Я Вынужден Использовать Инструменты Мне Нужно Использовать Лопаты И Кирки Чтобы Сломать Глыбу Только Так Я Могу Продолжить Но Звуки Работ Могут Быть Слышны Думая Об Этом Фан Юань Нахмурился Он Взвешивал Все За И Против Если Риск Кажется Слишком Большим Он Скорее Откажется От Наследства Силы В конце Концов Если Другие Узнают Этот Секрет Все Заговоры И Действия Что Сделал Фан Юань Пропадут Даром И Его Жизнь Будет В Опасности 1 Строка Из Стихотворения Глава 62 Выбор Нового Гу В Комнате Гу Солнце Восходит Означая Приход Нового Дня Ученики Выстроились Должным Образом Их Лица Покраснели От Волнения Когда Они Стояли Перед Комнатой Гу Академии Сегодня Был День Когда Они Выберут Своё Второе Гу Как Первый Кто Достиг Средней Стадии Фан Юань Имел Приоритет В Выборе Поэтому Он Стоял В Начале Очереди Позади Него Были Гу Ю Мобы Гу Фан Чжэны Гу Ю Чичин Скрип Дверь В комнату Гу Была Открыта Охранниками И Фан Юань Первым Вошел В Нью Комната Гу Была Небольшой Но Очень Зрелищной В стенах Были Квадратные Отверстия Некоторые Из них Были Большими Некоторые Маленькими И В них Размещались Всевозможные Контейнеры Там Были Каменные Горшки Нефритовые Горшки Корзины Сплетенные Из травы И Фарфоровая Посуда Все Виды Гу Первого Ранга Хранились В этих Контейнерах Академия Вероятно Тратила Более Одно Тысяча Первобытных Камней Каждый День Чтобы Прокормить Этих Гу Фан Юань Заглянул И Обнаружил Что Многие Контейнеры Были Уже Пусты Гу Здесь Пополнялись Раз В Год Ранее Когда Они Выбирали Свой Жизненный Гу Большинство Выбрали Лунный Свет Гу И Поэтому Здесь Больше Не Осталось Лунного Света Гу В Комнате Не Было Привычных Окон Было Видно Только Небольшое Окно На Крыше Солнечный Свет Сиял Из Окна И Образовывал Прямоугольное Золотое Изображение На Земле В Первый Раз Когда Он Вошел В Комнату Гу Фан Юань Уже Имел Цель И Выбрал Лунный Свет Гу Немедленно Но Теперь У Него В Голове Было Несколько Возможных Целей Однако Эти Цели Также Зависели От Наличия Запасов В Комнате Фан Юань Двинулся Вдоль Левой Стены Рассматривая Гу Через Пять Шагов Он Остановился Квадратная Рама Коробки Около Его Плеча Имела Бронзовую Чашу Внутри И Внутри Нее Был Гу Этот Гу Был Похож На Клопа Плоский И Широкий С Маленькой Головой И Овальным Телом Он Был Желто Оранжевым И И Спускал Слабое Бронзовое Свечение Это Была Бронзовая Кожа Гу Выбор Большинства Гу Мастеров Ближнего Боя Инструктор Боевых Искусств Академии Имел Такого Гу После Активации Она Заставляет Тело Светиться Желтым Значительно Повышая Защиту Знания Фан Ю Яня Были Глубокими И Обширными Поэтому Конечно У него Не Было Никакого Влечения К Этому Гу Он Продолжил И Тель И Увидел Каменную Кожу Гу Каменная Кожа Гу И Бронзовая Кожа Гу Были Похожи Внешне Но Тело Каменной Кожи Гу Было Серым Как Будто Сделанное Из Камня После Шести Каменных Кож Гу Появилась Железная Кожа Гу Железная Кожа Гу И Бронзовая Кожа Гу Внешне Были Похожи Но С Небольшой Разницей Она Неподвижно Стояла В Железной Чаше И Как у людей Есть Кланы Так И Угу Три Гу Которые Видел Фан Юань Были Из Одной Серии Они Были Внешне Похожи И Имели Схожие Эффекты Железная Кожа Бронзовая Кожа Каменная Кожа Нефритовая Кожа Гу Если Есть Нефритовая Кожа Гу То Я Могу Выбрать Ее Пробормотал Фан Юань Когда Его Сердце Почувствовала Крошечный Проблеск Ожидания И Он Продолжил Идти Однако Ему Было Суждено Разочароваться Ибо После Железной Кожи Гу Он Увидел Звериную Кожу Гу Нефритовая Кожа Гу И Звериная Кожа Гу Принадлежали К той Жи Серии Что И Бронзовая Кожа Гу И Т Д Но Они Имели Большую Разницу В Стоимости Звериная Кожа Гу Была Наиболее Распространенной Даже Дешевле Чем Каменная Кожа Гу Но Она Имела Больше Путей Эволюции И Могла Слиться С Большим Количеством Разновидностей Гу Нефритовая Кожа Гу Была Самой Редкой Гу В Этой Серии Ее Рыночная Стоимость Уступала Лишь Ликерному Червю А Иногда Цена Колебалась И Соперничала С Ликерным Червем Фан Юань Посмотрел Но Он Не Нашел Нефритовой Кожи Гу Он Не Был Разочарован Но С Облегчением Рассмеялся Деревня Гу Юэ Это Просто Клан Среднего Размера В Хранилище Академии Гу Только Среднего Уровня Иметь Нефритовую Кожу Гу Уже Невозможно Левая Сторона Стены Была Уже Осмотрена Так Что Фан Юань Переключился На Другую Стену И Продолжил Прогуливаться На Этой Стене Был Главным Образом Длиннорогий Жук Гу Как И Серия Кожи Гу Длиннорогий Жук Гу Был Большим Кланом Среди Гу Первого Ранга Внешне Они Были Похожи Имели Длинные Круглые Цилиндрические Формы Но Задняя Часть Имела Много Отличий Большая Часть Тела Была Черного Цвета Выдавая Металлический Блеск Была Пара Длинных Усиков Которые Превышали Размер Тела Подбородок Был Сильным И Они Издавали Виск Похожий На Звук Распиливания Вот Почему Некоторые Гу Мастера Называли Их Пилищ Ивал Дерева То Что Впервые Вспомнилось Жуков Была Грубее Чем У Обычных Длиннорогих Жуков Верхняя Поверхность Усика Была Наподобие Бамбукового Ствола Имела Небольшие Интервалы Эта Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Широко Распространена На Рынке В Караване Который Пришел К деревне Гу И имел Людей Которые Продали Большое Количество Этого Гу Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Дает Гу Мастерам Временную Супер Силу Он Имел Репутацию Силы Одного Быка И Действовал 5 Вдохов Но У него Было Два Слабых Места Во-первых Каждая Активация Потребляла Слишком Много Первобытной Сущности Для Средней Стадии Первого Ранга Требовалось 10% Первобытной Сущности Но Если Ее Преобразовать Если Гу Мастер Имел Слабое Телосложение То Частое Использование Этого Гу Причинило Бы Их Мышцам Повреждения И Даже Могло Привести К Разрыву Мышц Только Гу Мастера С Сильным Телом Выбирали Бы Этого Гу Маленький Человек Такой Как Фан Юань Был Непригоден Для Этого Фан Юань Знал Что Это Слишком И Прошел Мимо Грубой Силы Длиннорогого Жука Гу Продолжая Озираться О В этом Нет Ничего Плохого Он Замедлил Шаг Это Был Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Фигура Жука Была Немного Тоньше И Длиннее Чем У Грубой Силы Длиннорогого Жука Гу Все Тело Покрыто Темно-желтым Цветом Его Пара Длинных Усиков Не Имело Бамбуковых Суставов А Корни Были Желтого Цвета Медленно Превращаясь В Черный Накончике Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Может Предоставить Гу Мастеру Временную Силу Но Только Продолжительностью 5 Вдохов При этом Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Мог Даровать Стойкость Гу Мастеру И Значительно Уменьшить Расходование Выносливости Тем не менее Он Действует 15 Минут К тому же Не было Негативных Последствий Среди Первого Ранга Гу Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Имел Высокую Рыночную Стоимость Сравнимую С лунным Светом Гу И Уступал Только Нефритовой Коже Гу Или Керному Червю Фан Ю Аня Смотрел Окрестности И Обнаружил Что Там Был Только Один Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Гу Неплох Но Он Несовместим Со Мной Фан Ю Ань Покачал Головой Отказываясь От Этого Гу Очень Быстро Он Дошел До Угла Закончив Осмотр Второй Стены Но Его Это Не Удовлетворило Гу В комнате Были Только Такого Качества И Шансы Получить Редкого Гу Были Невелики Фан Ю Ань Повернулся К Третьей Стене И Продолжил Осмотр На Этой Стене Доминировали Кабаны Гу Кабан Гу Тоже Был Серией Среди Гу Есть Цветочный Кабан Гу Розовый Кабан Гу Черный Кабан Гу И Белый Кабан Гу Розовый Кабан Гу Имел Наименьшую Ценность Почти Никакие Гу Сложение И Сделает Его Толстым Независимо От Того Насколько Он Был Тощим Он Мог Стать Большим Толстым Человеком В Комнате Было Только Два Три Розовых Кабана Гу Цветочного Кабана Гу Было Больше Всего По Крайней Мере Дюжина Выстроившихся В ряд Эти Гу Имели Цветочные Узоры На Поверхности Либо Белые Черные Гу Было Подобно Грубой Силе Длиннорогого Жука Гу Временное Предоставление Силы Гу Мастеру Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Давала Силу Одного Быка А Цветочный Кабан Гу Давал Силу Одного Кабана Цветочный Кабан Гу Расходовал Такое же Количество Первобытной Сущности Как И Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Но Действовал Десять Вдохов В два Раза Больше Грубой Силы Длиннорогого Жука Гу Это Было Потому Что Гу Мастер Приобретал Меньшую Силу Таким Образом Уменьшая Побочные Эффекты Цветочный Кабан Гу Является Самым Распространенным Гу И он Продается Наиболее Активно На рынке Его Цена Половина Грубой Силы Длиннорогого Жука Гу Хорошее Соотношение Цены И Качества Но Среди Клана Кабана Гу Только Эти Два Последних Гу Имеют Большую Ценность Будучи Еще Более Дорогими Чем Нефритовая Кожа Гу Или Керный Червь В глазах Фан Юяня Промелькнул Свет Глубоких Мыслей Черный Кабан Гу Или Белый Кабан Гу Могли Быть Проданы За 600 Первобытных Камней На рынке Стоит Им Лишь Появиться Их Мгновенно Покупают Способность Черного И Белого Кабана Гу Заключалась В том Чтобы Изменить Телосложение Гу Мастера И Повысить Его Силу Навсегда Хотя Грубая Сила Длиннорогого Жука Гу Могла Предоставить Силу Быка Она Могла Действовать Только 5 Вдохов При Этом Расходуется Слишком Много Энергии Для Ее Поддержания И Последствия Весьма Сильны Увеличение Силы Черного И Белого Кабана Гу Хотя И Небольшое Будет Накапливаться С течением Времени И Как Только Сила Будет Получена Она Будет Принадлежать Гу Мастеру Полностью Даже Если Гу Умрет Эта Сила Все Равно Останется В теле Гу Мастера Вот Почему Значение Черного И Белого Кабана Гу Выше Чем Ликерного Червя Общепризнанно Что Ценность Ликерного Червя Должна Немного Уступать Черному Или Белому Кабану Гу Ликерный Червь Может Только Усовершенствовать Первобытную Сущность И Во Время Интенсивного Сражения Первобытная Судь Гу Мастера Легко Истощается До Конца Битвы Они Могут Полагаться Только На Свои Боевые Искусства И Физическую Силу Тогда Как Черный И Белый Кабан Гу Демонстрируют Свою Ценность Они Более Надежны Чем Ликерный Червь Если Бо Я Мог Усовершенствовать Черного Кабана Гу Или Белого Кабана Гу Это Было Бы Хорошо Фан Юань Просто Представил Себе Такой Сценарий Но С Этим Типом Хранилище Гу В котором Есть Только Один Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Как Может Быть Белый Или Черный Кабан Гу Которые Настолько Редки Он Прошел Еще Один Круг И Увидел Всех Гу Которые Могла Предложить Комната Как И Ожидалось Не Было Ничего Что Действительно Пленило Бо Его Наконец Он Нашел Маленький Свет Гу В углу Стены Их Было Пять Этот Гу Был Странной Формы Похож На Пентаграмму И Размером Всего С Пол Ногтя Маленький Свет Гу Был В основном В паре С Лунным Светом Гу Поддерживающий Тип Гу Для Лунного Света Гу Это Был Просто Средний Вариант Но По Крайней Мере Он Соответствовал Пути Развития Фан Юаня Фан Юань Выходит Господи Наконец-то Он Вышел Интересно Какой Гу Он Выбрал У Него Уже Есть Ликерный Червь Это Его Третий Гу Может Быть Он Не Сможет Содержать Их Должным Образом Хихи Фан Юань Неторопливо Вышел Из Комнаты Гу Ученики Были Снаружи В течение Такого Долгого Времени Что Уже Начали Нервничать Теперь Моя Очередь Интересно Какого Гу Выбрал Фан Юань Как Только Гу Ю Мобы Увидел Что Фан Юань Вышел Он Поспешно Большими Шагами Вошел В комнату Он Проверил И Обнаружил Что Единственный Желтый Верблюжий Длиннорогий Жук Гу Все Еще Был Там Мобы Был Вне Себя От Радости И Немедленно Забрал Его После Долгого Рассмотрения Решил Выбрать Бронзовую Кожу Гу Гу Ю И Чичинь Был Четвертым Вошедшим Мне Нужна Способность Уклонения Поэтому В будущих Битвах Я Смогу Нанести Удар Другим Но Они Не Смогут Ударить Меня Я Буду Практически Непобедим Он Посмотрел Налево И Направо И Наконец Выбрал Драконьего Сверч Гу Глава 63 Нефритовая Кожа И Белый Кабан Солнце Опускается А Луна Поднимается Признак Наступления Сумерек Это Был Один Из Скрытых Дворов В деревне Гую Рожковое Дерево Стояло С запутанными Ветвями И пышными Листьями Ее Крепкая И Просторная Крона Которая Была Похожа На Императорский Навес Яшмы Окутала Весь Двор Лунный Свет Был Нежен Как Вода Пробираясь Сквозь Листья И Ветви Рожкового Дерева И Проливаясь Во Двор Порыв Ветра Зашелестел Листьями Тени Дерева Слегка Покачивались Именно Под Этим Деревом Стояли Два Человека Гую И Бо Нежным Взглядом Посмотрел На Фан Джина Фан Джин Сегодня Ты Выбрал Своего С восхищением Говорил Собеседнику Гую И Бо Кивнул И После Размышлений Ответил Неплохо Это Хороший Выбор Гую И Фан Джин Стоял Перед Гую И Бо Его Тело Было Напряжено Услышав Похвалу Гую И Бо Он Не Знал Как Ответить Так Что В конце Концов Он Только Рассмеялся Лидер Клана Я Выбрал Случайным Образом Лишь По Выбору Гу Можно Определить Темперамент Человека Ты Выбрал Бронзовую Кожу Гу Для Обороны В Паре С Лунным Светом Гу Это И Нападение И Защита Это Показывает Твою Чистую Природу В Этом Мире Нападение И Защита Как И Ниян Мягкое И Жесткое Это Путь Короля Гу Ю И Моб Выбрал Желтого Верблюжьего Длиннорогого Жука Гу Этот Гу Дает Выносливость И Позволяет Долго Сражаться Это Свидетельствует О его Упрямом И Сильном Отношении Что Касается Гу Ю И Чичиня Он Выбрал Драконьего Сверч Кагу Повышающего Его Способность Уклонения Это Показывает Что Он Не Любит Лобовых Атак Является Остроумным Человеком Хорошо Разбирается В тактике Но И Показывает Слабость Его Характера Гу Ю И Фан Чжин Был Ошеломлен После Услышанного Так Как Он Не Ожидал Что Такой Простой Вопрос Может Раскрыть Так Много Информации И Логики В результате Его Отношение К Гу Ю И Бо Стало Еще Более Уважительным Лидер Клана Что Выбрал Мой Брат Фан Чжин Подумал О Фан Ю И Тут Ж Спросил Гу Ю И Бо Рассмеялся Он Выбрал Маленький Свет Гу Этот Гу И 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 Действительно Старший Брат Кажется Именно Такой Пробормотал Фан Чжин Гу Ю Имели Свои Уникальные Способности Хотя Гу Ю И Бо И Фан Чжин Не Общались Долго Опытным Взглядом Гу Ю И Бо Уже Видел Фан Чжина Насквозь Его Рассказ О Решениях Мобы Ай Чичин Ай Имел Более Глубокий Смысл Это Должно Было Помочь Фан Чжину Проанализировать Этих Двух Людей Так Как Он Ожидал Что Тот Победит Их Обоих И Укрепится В роли Лидера Клана С Его Талантом Класса Но Гу Ю И Бо Не Сказал Б Этого Вслух И Не Стал Б Провоцировать Фан Чжина К Действию Как Лидер Клана Он Понимал Что Каждое Его Слово И Действие Имели Политические Последствия Если Бо Он Непосредственно Контролировал Фан Чжина И Имел Дело С Чичи Нем Об И Если Бо Его Слова Стали Известны Это Могло Быть Неправильно Понято Как Политическое Нападение Лидера Клана Если Это Так Последствия Будут Огромными И Это Может Даже Вызвать Клановый Спор Нанося Вред Всей Деревне Был Еще Один Момент Гу Воспитание Бойца Четвертого Или Пятого Ранга Боец Без Политических Знаний Был Как Обою Острый Меч Ему Нужен Был Будущий Лидер Клана Я Проанализировал Личность Мобы И Чичиня Для Фан Чжина Но Он Не Заметил Моего Намерения Вместо Этого Спросила Ситуации С Фан Юанем Кажется Что У Него Большая Травма Только У Фан Чжина Был Интеллект Фан Юаня Я Видел Много Молодежи В Эти Годы Но Когда Дело Доходит До Политического Остроумия Фан Юань Превосходит Их Всех Жаль Что У Него Есть Только Талант Класса С Так Размышлял Гу Юэбо Внутренне Вздохнув И Его Улыбка Стала Еще Нежнее Он Достал Гу Из Кармана С Бронзовой Кожей Гу Эта Нефритовая Кожа Гу Намного Лучше Не Только Тратит Меньше Первобытной Сущности Но И Дает Большую Защиту Фан Чжин Ты Хочешь Ее Лидер Клана Фан Чжин Был Шокирован И Посмотрел На Гу Юэбо Зайкаясь Я Конечно Хочу Я Могу Тебе Это Дать Гу Юэбо Рассмеялся Еще Более Дружелюбно Но Как Лидер Клана Я Должен Быть Беспристрастным И Не Могу Дать Его Тебе Без Причины Поэтому У Меня Есть Условие Фан Чжин Кивнул Несколько Раз Уставившись Широко Какое Условие Улыбка Гу Юэбо И Счезла И Появилось Суровое Выражение Я Хочу Чтобы Ты Был Первым Кто Прорвется С Первого На Второй Ранг И Занял Первое Место С Точки Зрения Культивации И Это Нефритовая Кожа Гу Твоя Награда За Продвижение Ах Перейти На Второй Ранг Гу Юэ Фан Чжин На Мгновение Заколебался Он Только Что Достиг Средней Стадии Первого Ранга После Средней Стадии Была Высшая Стадия И После Этого Была Еще Пиковая Стадия Но Теперь Гу Юэ Бо Хотел Чтобы Он Был Первым Кто Достиг Второго Ранга Что Случилось Ты Боишься Тогда Я Могу Отдать Это Гу Кому То Другому Гу Юэ Бо Притворился Что Убирает Нефритовую Кожу Гу Фан Чжин Был Спровоцирован Этим Предложением Его Мозг Сразу Жи Накалился И Он Крикнул Нет Я Обещаю Вам Я Одолею Всех И Стану Первым Культиватором Второго Ранга Правильное Мышление Гу Юэ Бо Снова Показал Свою Нежную Улыбку Поместив Нефритовую Кожу Гу На Руку Фан Чжина А в Глубине Души Он Подумал Фан Чжин Я Знаю Что Ты Чувствуешь Себя Неполноценным Но Этот Комплекс Неполноценности Слишком Вреден Для Твоего Роста Лучший Способ Развеять Неполноценность Это Успех У тебя Есть Талант Класса Поэтому Продвижение На Второй Ранг Твое Самое Большое Преимущество А Также Самый Простой Успех Которого Ты Можешь Достичь Ты Должен Преуспеть Потому Что Если Ты Провалишь Даже Это Я Буду Слишком Разочарован В Тоже Время Фан Юань Снова Вошел В Секретную Пещеру За Трещиной Попадая В Конец Туннеля На Этот Раз Он Не Принес Ни Стальной Лопаты Ни Кирки Ни Молотка Но Внимательно Осмотрел Окрестности Он Был Обескуражен Этой Неудачей Предыдущей Ночью И На Обратном Пути В Деревню Он Почувствовал Что Он Вдруг Понял Странную Часть Этой Ситуации Этот Огромный Камень Преграждающий Мне Путь Слишком Круглый И Гладкий Он Определенно Сделан Человеком То Есть Монах Цветочного Вина Намеренно Поставил Его Чтобы Заблокировать Путь Но Почему Он Установил Это Препятствие В Таком Месте Фан Юань Задумался Он Снова Осмотрел Окрестности Земля Была Гладкой Стены С обеих Сторон Были Красной Почвой Излучающей Красный Свет И Когда Он Снова Посмотрел На Землю Он Обнаружил Странность Земля Возле Гигантской Глыбы Была Немного Темнее По Цвету Эта Разница В Цвета Была Не Очень Очевидна И Было Нелегко Найти Ее В Такой Тускло Освещённой Среде Фан Юань Опустился На Колени Касаясь Земли И Почувствовал Влажность Не Удивительно Что Цвет Был Темнее Она Была Мокрой Но Эта Тропинка Была Сухой Откуда Вода Фан Юань Перемолол Землю Пальцами Обнаружив Что На Этом Клочке Земли Были Отличия Он Был Очень Мягким И Рыхлым Некомковатым Как Сухая Красная Почва Взгляд Фан Юя Засиял Опыт Интуиция Подсказали Ему Что В Этой Области Есть Ключ Который Спрятал Монах Цветочного Вина И Этот Ключ Был Ключом Который Позволил Бо Ему Продолжать Двигаться Вперед Фан Юань Начал Копать Землю Земля Была Рыхлой Поэтому Он Не Тратил Много Усилий После Копания Примерно На Дюйм Появился Своеобразный Кажется Тонким И Элегантным Может Быть Сердце Фан Юяня Забилось Чаще Когда Он Подумал О Возможности И Его Руки Стали Двигаться Еще Быстрее Во Время Копания Область Под Почвой Внезапно Испустила Слабый Темно Золотой Свет Это Действительно То О Чем Я Думаю Глаза Фан Юяня Засияли Его Движения Рук Становились Все Им Появился Темно Золотой Бутон Цветка Который Был Похоронен Под Землей Он Находился Неглубоко Под Землей Размером С Каменную Дробилку Поверхность Бутона Была Нежной И Темно Золотой Она Казалась Таинственной И Элегантной Это Действительно Земная Цветочная Сокровищница Гу Видя Это Фан Юян Сильно Выдохнул Он Не Начал Отрывать Лепестки И Раскрыл Темно Золотые Лепестки Земная Цветочная Сокровищница Гу Была Как Комбинация Лотоса И Капусты Ее Лепестки Были Плотно Связаны Между Собой Многочисленными Толстыми Кусочками Скользкими Наощупь Когда Фан Юян Открывал Лепестки Один За Другим Это Походило На Раскрытие Толстых Слоев Шелка Как Только Они Покидали Бутон Огромные Темно Золотые Лепестки Быстро Рассеивались Это Было Похоже На Снежинки Которые Таяли В Воздухе После Раскрытия От Пятидесяти До Шестидесяти Лепестков Бутон Сжался Вдвое Обнажив Сердцевину Цветка Лепестки Сердцевины Были Меньше И Тоньше Текстура Становилась Более Гладкой И Тонкой Это Больше Не Он Открывал Лишь Один Лепесток За Несколько Вдохов Лепестки Становились Все Более Прозрачными И Через Некоторое Время Когда Фан Юянь Открыл Тонкие Бумажные Лепестки Он Прекратил Движение У Земной Цветочной Сокровищницы Гу В этот Момент Остался Только Последний Слой Лепестков Эти Лепестки Перекрывали Друг Друга Образуя Шар Размером Скулак Лепестки Были Прозрачные Тонкие Как Пленка Внутри Этих Лепестков Содержалась Золотая Жидкость А В середине Этой Жидкости Спал Гу Фан Юянь Внимательно Посмотрел Но Он Мог Видеть Только Размытую Тень Гу И Он Не Мог Сказать Какой Гу Это Был Он Был Близко К Цветку И Его Дыхание Попало На Сердцевину Цветка Сферическое Ядро Цветка Начало Дрожать Золотая Жидкость Также Мягко Двигалась Внутри Лепестков Гу Умрут Без Пищи И Только Некоторые Гу Могут Запечатать Себя Чтобы Защитить И Сохранить Гу Гу Мастера Придумали Множество Методов Земная Цветочная Сокровищница Гу Была Одним Из Таких Методов Она Является Одноразовым Гу И После Активации Ее Нельзя Сдвинуть Ее Пища Была Простой Это Была Энергия Земли Пока Она Была Посажена В Землю Она Сможет Выжить С Достаточной Энергией Земли Она Имела Только Одну Способность И Это Хранить Гу Внутри Сердца Цветка В Золотистой Жидкости Эта Золотая Жидкость Могла В какой-то Эту Земную Цветочную Сокровищницу Гу Поэтому Гу Внутри Должен Быть Для Наследника Фан Юань Протянул Палец И Осторожно Убрал Оставшиеся Лепестки Создав Отверстие Золотая Жидкость Потекла По Его Пальцу По Ощущению Это Напоминало Соевое Масло Ядро Цветка Начало Смягчаться С Потерей Золотой Жидкости Фан Юань Пошевелил Пальцем Только Размером С Ноготь Большого Пальца Ее Тело Было Молочно Белого Цвета И Если Невнимательно Смотреть Сзади Она Была Похожа На Круг Ее Голова Занимала Лишь Небольшую Площадь В то Время Как Остальная Часть Ее Тела Была Большим Толстым Животом И Ярким Блестящим Панцирем Ее Шесть Крошечных Лап Скрытые Под Животом Были Кремового Цвета Белой Кабангу На лице Фан Юяня Отразилась Огромная Радость Глава 64 Легко Сделать Тайно Трудно Сделать Открыто Температура За эти Несколько Дней Поднялась Солнце Ярко Светило Днем Свисая Прямо Над головой Каждого Караван Ушел И Трактир Снова Опустел Фан Юянь Вошел В столовую Сразу Привлекая Внимание Продавцов Знакомое Лицо Помчалось К нему Иль Стива Улыбнулась О Молодой Господин Вы Здесь Пожалуйста Присаживайтесь Дай мне Кувшин Вина Нарежь 600 Говядины И подай Гарниры Фан Юянь Прошел Через Столовую И подошел К месту Окна На котором Он Всегда Сидел Продавец Оказался В затруднительном Положении Молодой Господин Мои Извинения Но В последний Раз Когда Пришел Караван Трактирщик Продал Все Зеленое Бамбуковое Вино У нас Больше Нет Этого Вина Фан Юянь Кивнул Даже Не Удивившись Тогда Дай Мне Кувшин Рисового Вина И Скажи Трактирщику Чтобы Сварил Больше Зеленого Бамбукового Вина В этом Году Я Предварительно Заказываю Сотню Кувшинов А Сколько Нужна Предоплата Сосчитай И Доложи Мне Теперь Когда Ликерный Червь Был Разоблачен И Не Вызывал Никаких Подозрений Фан Юяню Больше Не Нужно Было Сдерживаться В Покупке Вина Хорошо Я Обязательно Передам Ваши Слова Не Сомневайтесь Молодой Господин Продавец Похлопал По Его Груди Говоря Уверенно Вскоре Блюда Были Поданы Фан Юянь Пил И Ел Глядя В Окно В Такую Жаркую Погоду Особенно В Обед На Улицах Было Мало Людей Солнечный Свет Сиял На Земле И Зеленых Бамбуковых Высоких Домах Несколько Босоногих Смертных Фермеров Несущих Цемент Стальные Лопаты Или Палки Шли Впереди Они Только Что Закончили Работу И Направлялись Домой Двое Детей Держали Бамбуковый Корпус Игрушечной Ветряной Мельницы И Бегали Вокруг Один Шел Позади Плача И Крича Кажется Что Мальчики Впереди Украли Его Игрушечную Ветряную Мельницу В этот Момент Два Молодых Гумастера С Зелеными Поясами Поспешно Шли По Улице Проваливай Не Преграждай Путь Гумастер Толкнул Фермера Перед Собой Крестьяне Судорожно Уступили Место Хэм Два Молодых Гумастера Высокомерно Прошли Фан Юань Посмотрел С отвлеченным Взглядом В глазах Часть Его Разума Уже Была Сосредоточена На Его Апертуре В Апертуре Водная Стена Продолжала Течь А его Зеленое Медное Первобытное Море Поднималось С бушующими Волнами Ликерный Черфь Играл В первобытном Море Временами Комфортно Катаясь А иногда Свернувшись В клубок Цикада Весны И осени Пребывала В глубоком Сне Скрывая Свой Облик Круглое Тело Белого Кабана Гу Расправила Крылья И Описывала Круги В небе Белый И черный Кабан Гу Были Одинаково Хорошо Известны Оба Были Драгоценными И редкими Гу Первого Ранга Их Рыночная Стоимость Была Даже Больше Чем У Ликерного Червя Несмотря На То Что Они Имели Одинаковое Использование И внешний Вид Их Будущие Маршруты Развития Сильно Отличались Черный Кабан Гу И Зеленый Шелковый Гу Будут Объединены В черную Гриву Гу Второго Ранга А Затем В стальную Гриву Гу Третьего Ранга Но Белый Кабан Гу Был Наиболее Совместим С Нефритовой Кожей Гу Так Он Превратится В Белый Нефритовый Гу Второго Ранга А позже В Небесную Полынь Гу Третьего Ранга Стальная Грива Гу Могла Позволить Волосам Гу Мастера Стать Жесткой Как Сталь Увеличивая Тем Самым И Атаку И Оборону Небесная Полынь Гу Позволила Бетелу Гу Мастера Стать Жестким Как Белый Нефрит В то же Время Уменьшая Урон От Таких Атак Как Лунный Клинок Фан Ю Ань Был Счастлив Получение Белого Кабана Гу Было Только Одной Причиной Этого Но То Что Сделало Его По Настоящему Счастливым Было Наследство Силы Монаха Цветочного Вина Мне Нужно Усовершенствовать Этот Гу И С Достаточной Силой Оттолкнуть Гигантскую Скалу И Продолжить Движение Вперед Это Должно Быть Первое Испытание С Тщательной Работой Монаха Цветочного Вина Я Могу Сделать Вывод Что Должны Быть Еще Испытания Наследования Второе Или Третье Препятствие Самое Главное Я Могу Подтвердить Что Достичь Третьего Ранга Быстрее И Покинуть Гору Цин Мая Выйти Наружу Получая Большие Возможности Что Нужно Гу Мастеру Больше Всего В Культивировании Ответ Только Одно Слово Ресурсы Фан Ю Нужно Культивировать Поэтому Ему Нужны Ресурсы Но Ресурсы Клана Ограничены Так Что Если Он Хочет Большего Ему Нужно Бороться За Них Он Должен Не Только Бороться За Ресурсы Но И Побеждать Ведь Чем Больше Он Сражается И Чем Больше Побед Получает Тем Больше Он Будет Раскрывать Свои Козыри И Делать Других Более Осторожными Настороженность Когда Накапливается До Определенной Степени Превращается В Подавление И Препятствия Блокирующие Его Путь Фан Ю Семья Не Занялась Этим Фан Ю Сопротивлялся Клану И Отказался Быть Частью Системы Но Почему Лидер Клана Решил Быть Снисходительным Это Все Потому Что Он Слаб Потому Что Он Класс С Они Чувствуют Себя Сильными И Не Хотят Запугивать Слабых В Рамках Семейной Системы Если Будешь Мелочным Со Слабым Фан Ю Аним Это Не Только Заставит Их Сталкиваться С Унижением Это Также Заставит Других Чувствовать Что Этот Человек Холоден И Бесчувственен Что Разрушит Его Социальные Отношения Слабость Была Зонтиком Безопасности Который Был У Фан Ю Аня Но С Его Продолжающейся Конкуренцией За Ресурсы Фан Ю Ань Будет Казаться Сильнее Это Заставило Бы Всех Начать Опасаться Его И Пытаться Завербовать Независимо От Того Какую Сторон Он Выберет Он Столкнется С Подавлением И Проблемами Других Фракций Подавление И Ограничение Будут Тянуть Вниз Его Растущую Скорость Фан Ю Ань Знал О Своем Затруднительном Положении Он Был В Деликатном Положении Казалось Он Оскорбил Всех Но На Самом Деле Не Нарушил Ни Одного Закона Но Со Временем Его Уровень Культивации Повысится А Конфликты Будут Возникать И Усугубляться Фан Ю Ань Знал Что Этот Конфликт Обострится Но Чем Позже Он Обострится Тем Большую Выгоду Он Получит Таким Образом Наследство Монаха Цветочного Вина Появилось Вовремя С Этим Наследством Силы У Него Будут Скрытые Ресурсы Используя Это Он Может Быть Свободен От Контроля Системы И Своим Собственным Путем Культивировать С собственной Скоростью И Тайно Накапливать Силу Как Только Он Будет Принят В Систему Ему Нужно Будет Встать На Сторону Фракции Даже Если Б Он Не Хотел Конкурировать Он Определенно Был Бы Втянут В Политическую Борьбу Внутри Системы Любой Пешка Сначала Вы Должны Быть Правильной Пешкой Чтобы Другие Охотно Использовали Вас После Того Как Они Доверяют И Используют Вас У Вас Есть Шанс Подняться Вверх И Даже Во Время Этого Процесса Вы Должны Быть Осторожны Чтобы Не Стать Отброшенной Пешкой Фан Юань Понимал Эту Процедуру Он Знал Это Слишком Хорошо Даже С его Обширными Знаниями Он Ничего Не Мог Сделать В Этой Ситуации Таковы Были Правила Игры Более Важной Частью Был Его Талант Класса С Для Клана Не Было Никакого Желания Инвестировать В Него Часто К нему Относились Как К Выброшенной Конкуренции К Вышестоящим В деревне Образ Который Он Создал Ранее Будет Сохранен Этот Мир Имеет Правила Всегда Легко Сделать Тайно Но Трудно Сделать Открыто Используя Наследство Монаха Цветочного Вина Я Могу Культивировать И Собирать Силы Тайно Не Привлекая Внимания И Подавления Но Вымогательство Должно Продолжаться Потому Что Если Фан Юян Обдумывал Свои Планы На Будущее Ему Очень Нужны Были Первобытные Камни Другие Подростки Его Возраста Только Начали Переработку И Кормление Второго Гу Он Однако Усовершенствовал Маленький Свет Гу И Недавно Приобрел Белого Кабана Гу В сумме Четыре Гу Раньше Ему Нужно Было Около Одного Первобытного Камня В день Чтобы Прокормить Лунного Свет Гу И Ликер Червя Теперь После Расчета Ему Нужно Было Более Двух Штук Каждый День Если Учесть Его Потребности В Культивировании И Расходы На Жизнь Ему Нужно Будет Использовать Около Пяти Первобытных Камней В день Пяти Первобытных Камней Было Достаточно Чтобы Прокормить Семью Из Трех Смертных В Прочной Перспективе Этого Было Недостаточно И Что Более Важно Чем Дальше Он Продвигается Тем Больше Будут Его Расходы Особенно После Продвижения До Второго Ранга Каждая Попытка Объединить Гу Будет Стоить Огромную Сумму Думая Об этом Фан Юань Почувствовал Себя Обеспокоенным Вопрос О Первобытных Камнях Был Проблемой И Рассчитывая